друзья здрасте это разговоры сегодня мой гость никита ковальчук футбольный блогер тренер ну и человек которого наверняка знаете если нет то отличный способ познакомиться с ним это видео нам захотелось поговорить сегодня с ним обо всем кроме футбола надеюсь так получится если вы поставите лайк и напишите комментарии то алгоритмы ютюба будут большему количеству людей показывать это видео а значит вам с большим количеством людей получится его обсудить подпишитесь на канал так вы будете первыми видеть все важные видео которые здесь выходят ну и приятного просмотра мы конечно не можем с тобой не поговорить про футбол но я бы хотел поговорить с самого начала про важные вещи и про твою личную жизнь мы говорим не только личную жизнь сейчас но вообще в целом про вот про становление тебя ноги поэтому поэтому со стоков начиная расскажи мне про детство в норильске детство в норильске слушай но у меня крайне негативные воспоминания о моем детстве в норильске ну потому что норильск сам по себе не самое веселое место и и когда ты там господи у меня здесь летают мухи почему-то видимо не знают какой я человек это ну 9 месяцев в году темно дубак невероятный до холодно как бы мы это был рубеж 90-х двухтысячных финансовое положение было очень тяжелое для маленьких городов это было какое-то такое вот ну приговорная история не знаю слушай я уверен что все не так печально как мне воспоминается и безусловно наверное были какие-то и классные и позитивные и здоровские вещи и там моя мама очень старалась чтобы как бы да было более какая-то ну естественно позитивная часть но вот для меня лично детство моё но он так знаешь все время фрагментарная то есть вот норильск и там в основном все плохо деревне у бабушки там все здорово потом опять норильск все плохо я был еще так себе подарок конечно вот у меня я поменял три школы я был проблемным успеваемость или хулиганил слушай у меня с успеваемостью была такая бода у меня дислексия и все что связано там то есть у меня бы я был тупой в написании буквами слов правильно как это должно быть у меня все сочинения были call 5 call за фотографию 5 за содержание то есть у меня было хорошее я очень много книжек читал при этом при всем и у меня опять же на фоне дислексии и на фоне видимо какого-то уж чего-то в башке я еще и читал скорочтением я не учился так получилось я лист воспринимаю целиком поэтому меня как бы все время еще как бы понукали мол ну ты же так много книг читаешь неужели что не можешь запомнить как пишется какое-то слово а я его как бы как слова не вижу то есть я вижу целиком все и мне чтобы по буквам читать это очень я не знаю как это объяснить это ощущение как будто ты спотыкаешься но по многим предметам у меня была не очень хорошая успеваемость просто потому что я находился в режиме какого-то безостановочного протеста знаешь мне мой отец мой родной отец работал в школе в которой я учился и он был очень красивым мужчиной который отверг достаточно большое количество женщин уже будучи свободным и мне это прилетало потому что все эти женщины учили меня кем он работал в школе он был педагог по гитаре и заведующий директор по воспитательной работе что-то такое когда они с моей мамой разошлись он продолжал еще какое-то время работать в этой школе а потом он ушел в бизнес стал еще таким типа на к сожалению не на самое большое время но все-таки успешным бизнесменом там до кризиса девяносто восьмого года собственно говоря вот этот период где-то с девяносто пятого шестого по девяносто восьмой девяносто девятый наверное даже двухтысячный ну мне мне прилетали от его так сказать отвергнутых поклонниц до который и у меня был протест то есть я вроде не был тупым но я просто не хотел учиться типа мне было скучно мне было не то мне было мне было интересно там где педагог был который любил свое дело а не вот это вот знаешь там какая-то вот классическая плюс еще это такое время учителя не жбину денег нет все учителя пытаются идти в коммерсы знаешь естественно то есть те кто остаются они вынуждены вот ну как-то да они остаются там не от хорошей жизни может где-то и мне нравится чем они занимаются ну вот и в итоге там где мне нравилось мне нравилось я полюбил историю из-за педагога не потому что мне как-то вот конкретно история понимаешь там вот я знаю историю очень хорошо там я до девятого класса был крайне хорош физики потому что мне нравилось преподавательница по физике она старалась что-то делать для меня хорошая понимаешь а там условно говоря русский литература вела одна и та женщина и я человек который в войну имел в седьмом классе прочитал я ненавидел литературой я знал это произведение на специально его говорю что я не читал просто чтобы не хочу все я такой в протестах был но да меня в минут выгнали меня не со школы не из-за этого за то что я там я говорю я был такой очень свободолюбивый и принципиальный ребенок поэтому я лес так сказать в глубину глубины из-за этого да из этого меня попросили остаться девочка которая не могла найти африку на карте продолжила учиться в этом школе да она не могла найти африку я ее помню до сих пор не было похоже история с учителем географии она я учился в школе в казахстане она говорила океан и я был уверен что пример такой же характер и был уверен что нельзя так плохо говорить океан ой слушай моя уча преподавательница по географии говорила верь вниз и и си 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 и ничего как-то мы с ней справлялись я в итоге свою довел что мне тоже вызвали в школе но нам поменяли учителя меня все-таки оставили не не у меня никого ничего не меняли то есть просто говорили что ковальчук говна кусок и все и как бы так там было сложно что-либо скажи мне кто мама по образованию тема наработала у меня музыкальная же семья у меня мама скрипачка папа гитарист мама преподаватель скрипки папа был преподавателем гитары и вот он спустя долгие годы вернулся к преподаванию гитары и мне кажется что он сейчас более счастливый человек ты говорил что еще ездил к бабушке бабушка жила в городе или где-то за городом нет я жил в деревне это деревня с бабушка с дедушкой да 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 бабушка вот еще жива дедушки уже давно нет это было деревня хмелева в красноярском крае это мой рай личный мой рай то есть это место моего детства где был самый загадочный друг во дворе дома или все-таки там у бабушки в деревне у меня не было друзей вот в том в том его понимании я не умею дружить у меня скажем так у меня друзья которые со мной ничем не связаны с точки зрения бизнеса и работы появились в 30 там получается сколько 45 лет до этого мой брат там мой лучший друг но он больше мне как брат чем как друг наверное этого дима тараненко с которым мы как-то футбол делаем до этого момента у меня были ну то есть понятно я там играл с кем-то во дворе у меня были какие-то у меня был друг в школе надо в последней в третьей школе у нас была такая похожа на настоящую дружбу мы два года дружили прям дружили в одиннадцатом классе по окончании школы несмотря на то что уже были какие-то дистанции ну вот но с каждым следующим годом ну просто мы в разных городах мы пара и мы начали сначала созванивались регулярно я ездил туда потом только по праздникам а потом как ты вот это исчезло и при всем при том что я его до сих пор там с теплотой в сердце вспоминаем я понимаю что это не дружба в том понимании в котором там должна быть да хотя вот я что мишу что улю там безусловно люблю но как-то вот воспоминаниями и возможно они ко мне также относятся знаешь какими-то воспоминаниями что когда-то был такой никита мы там три года или четыре активно общались а вот так чтобы у меня был какой-то друг с которым я там в детстве знаешь на регулярной основе нет такого не было культурная семья со несоответствия ну понять дело что там много книжек и в целом воспитание но при этом хулиганский характер это попытка мимикрировать под вот ту действительность что есть по то время который происходит но то тот момент смотри к семья культурная да но у меня родители допустим там разошлись когда мне было шесть лет до семья поменялась очень влияет окружение я еще из того поколения людей которые все таки ну скажем так меньше воспитывались в доме и больше воспитывались к так сказать за пределами этого дома да и в норильске ну 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 как то одна история в деревне была другая история там там меня больше учили там я не знаю руками работать да то есть я там ездил водил трактор я знаю что такое покос там я занимался огородом в деревне я был такой более на самом деле адекватный счастливый человек если уж на то пошло но там я был такой том слоях я все подвожу к тому что может быть ты анализировал то у тебя есть ответ почему легко же было скатиться в бандитизм в наркоту в пьянство в закончить где угодно так мне же говорю мне же вы когда я в одиннадцатом классе из третьей школы выходил на тот момент у меня было два таких серьезных привода же и когда я в белой рубашке в такой с поднятыми вот так вот воротником у меня я крашенными волосами здесь такой вот я вот так вот практически на голое тело у меня эта рубашка значит и все и моя мама выдыхает что я закончил школу потому что нет мне кажется она не верила что это вообще когда-либо произойдет потому что ну я последние два года были очень тяжелый я был очень тяжелый подросток я там из дома ну короче я был неприятный мальчик вот все я вы я наконец то выхожу из этой дурацкой школы все то есть она хотя бы с этим отмучилась и у меня была классная руководительница я не знаю жива она или нет мне в принципе плевать она ее так подошла к не сказал ирина тяжело вам конечно ко мне подходит это от вас вид ковальчук зоной пахнет ну типа я помню эту историю ты где-то рассказывал ее уже да 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 что я с я говорю я вот это какая-то такая история внутренней если не мотивации то постоянного напоминания себе что вернее так когда я был молодой это была мотивация это была мотивация доказать всем этим упырям что они грандиозно во мне заблуждаются когда я стал уже старший и уже чего-то как-то знаешь доказал сам себе в первую очередь да я использовал эту историю использую до сих пор как напоминание себе что на чужое мнение нужно класть прибором всегда вот прям в этот момент произошел этот слом и желание доказать самому себе и другим или нет нет я я сформировался как человек на фоне необходимости постоянно доказывать кому-то что я не говно вот это 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 правда это то что я порабатывал с психологом там спустя время мы да ёхана все наконец-то я ее надеюсь убил вот я порабатывал это с психологом даже по моему слушай мы говорили о том что у меня необходимо меня очень легко завести на эту фигню знаешь типа да ты не справишься и все у меня вот такие глаза но слава тебе господи там это было это закончилось где-то в тридцать два-тридцать три года то есть я я разобрался с этим внутри себя и больше этой херней не занимался но в целом да и вся моя юность вся мое детство но вот на фоне на фоне у меня есть нашка история еще егэ же мы же попали под егэ причем егэ еще не существовало никто очень ничего не понимал выбрали кто ли два то ли три региона которые будут это егэ сдавать и норильск попал под этот эксперимент вот только математика причем можно было сдать егэ можно было сдать как-то там что-то по-другому там короче какая-то была сложная история были эти логарифмы и прочая херота а у меня ну вот ну не шло плюс я очень много болел у меня были воспаление легких стабильно осень-весна потому что я астматик поэтому стабильно осень весна-весна воспаление легких я много школу еще пропускал да и учился их ну прямо скажем херово я весь десятый класс прогулял если уж на то пошло у меня случился пубертат я за лето так сказать перешел из одного состояния мальчика в состоянии мужчину молодого человека подростка и я очень неудачно зашел в свою вторую школу я уже на линейке познакомился с девочкой так сказать опорочил ее ну уже там там до меня опорочили но я тоже в этом поучаствую буквально на линейке не но мы типа переспали мы типа я вот познакомился с девочкой на линейке в десятом классе вот девочка мы в этот же день буквально как в норильске и принято пошли в подъезд и так сказать познакомились поближе под пиво арсенальное традиционно это вот традиции норильска а выяснилось что в дальнейшем выяснилось что это у девушки есть ухажеры так сказать вот очень сильно криминального характера я не знаю живы эти люди я сомневаюсь что многие из них живы если честно вот и после этого из 92 дней в школе я по моему 80 прогулял то есть я приходил к школе вместе со своим корешем меня у школы ждала бригада людей бить мне морду я на это все смотрел мы с ними разворачивались и убегали к моему другу играть в это в героев и в медиа total war на его компе пошел у него мама работала мы могли у него дома прятаться до сих пор одна из лучших стратегий на мой взгляд абсолютно абсолютно да и вот вот как-то так и у меня была история что типа когда появилась эта сраная егэ у меня по математике была там между двойкой и тройкой и это уже была третья школа пошли с той меня мама забрала но она поняла ситуацию я и по моему даже объяснил эту ситуацию и в этой школе работала мамина такая закадышная подруга знаешь вот эти люди которые когда там что-то плохое у людей происходит они такие они с тобой дружат а когда у тебя что-то хорошее они пинуты 7 нужен кто-то на фоне которых ты будешь типа классным таким человеком и вот у мамы была такая у нас был очень тяжелый тот период жизни такой мягко говоря не кинематографичный и она там работала в этой школе тоже по моему училкой по математике что ли и она маме моя объясняла что надо было еще в девятом классе типа в пту ну типа ну тупой мальчик ну что ты от него хочешь он помогала по-дружески вот и слава богу не она у нас математику преподавала а другая тетя хотя она тоже учитель математики и та тетенька вот который нас преподавал который была нормальная женщина заболела и она пришла в наш класс вот буквально там за месяц что ли ли за полтора до егэ то ли пробное у нас было который я провалил то ли еще что-то я над ну вот она на весь класс такая ковальчук-то ягу давайте поспорим говорю с вами на ящик и хотел сказать водки но тогда это нормальная была тема но в последний момент такой думаю ну не настолько я нагло ягу на ящик шоколадок мы спорим с вами что я сдам егэ вообще на четверку минимум она засмеялась так это типа ну что то я реально ну я пошел домой на вот на принципе алкина абсолютно я сдал егэ без трех баллов 5 спроси меня что такое логарифм я в душе не знаю вообще вот абсолютно я без калькулятора не считаю но я чтоб эту так сказать женщину урыть за то что она вот так вот собственно говоря решила в меня так сказать обидеть публично я вот без трех баллов 5 скажи как дальше про как ты как-то выбирал куда идти дальше с точки зрения получения там дальнейшего образования и как пришел к тому чем хочется заниматься по жизни слушай но никто же не выбирал я до сих пор не верю что что кто-то выбирает это я выбрал мне не взяли куда я выбирал поэтому да скорее всего мы все так попали как-то так не знаю мне кажется что никто ничего не выбирал я например там в седьмом-восьмом классе бы уверен что я пойду на исторический факультет когда я школу закончил из-за того что на моих родителей было оказано колосса мой отец уже тогда уехал в москву колоссальное давление что я идиот и что шансов вообще мне в жизни социализироваться нет никакой мой отец очень я его тоже отцом называю там нет проблем мой отец сказал слушай у нас красноярской связи ты поступишь красноярский какой-то там государственный университет вот там у тебя есть квартира а у меня там действительно тогда была квартира там недалеко бабушкина дача ну в смысле бабушкина деревня там есть родственники значит моего отца и родного и не родного собственно говоря в этом городе которые за мной типа приследят присмотрят ты точно закончишь университет железно потом мы тебе какую-нибудь работу где-нибудь найдем из института тебя из этого не выгонят все можешь вот и вот и второй бы вариант мой отец говорил нет приезжай в москву поступай в москву и так далее вот настолько чтоб ты понимал меня никто не верил и когда я приехал в москву я пошел поступать в митро если кто-то из вас находится в москве никогда в жизни запомните ни за что на свете вот это такой я не знаю он до сих пор существует там восемь ректоров посадили это все что все что нужно знать об шараге в которой я учился это самая шаражная шарага кусок говна за деньги вот такой вот да когда я шел сдавать экзамены так как люди очень были уверены что я тупой со мной пошла моя тогдашняя мачеха которая тоже подала документы якобы на сдачу чтобы сидеть со мной на экзамене и помочь мне сдать экзамен в институт в который не поступить невозможно физически я поступил на журналистику потому что типа мне сказали ну журналистика все пойдешь журналистишь любишь ля-ля-ля вот иди в журналистику все то есть ну как бы а я такое да я в душе не знаменит москва убивала я с размеров этого города там немножко не справлялся я спал после того как приезжал норильск весь это только я дошел до метро от своего дома пешком там что 40 минут на метро которая укачивает и убивает когда ты только приезжаешь москву потом надо выйти из метро на проспекте мира сесть на маршрутку полтора часа через сраные пробки ехать до останкина потом этот весь путь обратно боже я приезжал домой ложился спать в семь-восемь вечера я просто вожу я не мог у меня сил не было поэтому я там ничего не сомневаться не сопротивлялся этому журналистику на журналистику я сколько там год по моему получился на журфаке срань полная ну с высоты опыта могу сказать не поступайте на журфак вообще никогда ни в какой университет это же примерно начало нулевых 2003 2004 по моему да или типа или шестой и слушай вот шестой скорее всего нет в 2004 году по моему я закончил школу что-то типа того да скорее всего 2004 не поступайте на журфак никогда журналистике невозможно научить журналистика либо есть либо нет все в вас причем к сожалению скорее ее нет это не профессия это мастерство и я говорю у меня же я же на эту тему всегда рассказываю эту историю про учебник из мгу у нас был университет где учителя были отовсюду кому денег надо подшабашить вот они проходили туда и соответственно учебники были вот она из мгу она приносит учебник из мгу там этот там из рудена пришел из руден и нам принесли учебники на журфаке про значит журналистику там что-то там журналистика два каких-то хера написали этот учебник он мгушный и я знаю что я общался с людьми потом когда уже сам читал лекции в разных университетах в том числе в мгу я знаю что до сих пор используются и студенты мгу когда я читал лекцию углу дико ржали с этой истории что открываешь учебник и там вот я клянусь я помню это вплоть до деталей внизу справа абзац журналистика в упадке современной техники нету кадры говно ну все и там вот ну просто абзац жопа журналистики и ты сидишь так абсолютно согласен ну я же смотрю по сторонам ну действительно какой кошмар перелистываешь следующий абзац это не новая глава ничего просто абзац сверху журналистика в россии на подъеме новые кадры новая техника современные технологии ты перелистываешь обратно журналистика в говне и у меня есть шутка которая повторяю уже лет 15 что скорее всего за момент перелистывания эти два упыря получили работу где-нибудь понимаешь и когда они на журну куда-то вернулись работать журналистами она сразу естественно стала это это учебник прошло 20 лет согласись насколько актуально это и другая фраза даже сейчас да не возможно они провидцы возможно я зря на них что-то говорю возможно они провидцы гений и да люди которые все поняли про российскую журналистику там 20 лет назад но это был позор сраный и из-за того что это был сраный позор и я понимал что ну я не могу уже настолько я уже задолбался прогуливать понимаешь мне уже надоело и все такое я перешел на журфак потому что все хвалили мастер на журфаке все рассказывали какой там виталий серафимович калинин который все день рождения подожди ты перешел на журфак ты не оговорился я ушел с журфака на решфак на режиссерской факультете журфак сказал я оговорка была а не 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 с журфака на решфак я ушел где еще проучился по моему года полтора действительно там был очень классный мастер все остальное херня ну на решфаке так нормально там все остальные педагоги там могут быть дебилами на них плевать главное чтобы у тебя был классный мастер мастер был действительно кутой я до сих пор его помню серафимович вообще вот просто через полтора года я уже работал так сказать по профессии и не мог посещать институт и если профильные педагоги говорили мне да конечно не ходи не профильные педагоги рвали на себе волосы горе стыни на моей лекции ты не сдашь бла 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 я просто послал все в жопу я уже стал зарабатывать и я просто ушел как ты получил работу это просто тусовка стечение обстоятельств не 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 это как как там что-то там мой отец настал момент я же жил у отца первый год но из этого одного года на самом деле я у отца прожил наверное первые два-три месяца все остальное я жил у каких-то друзей женщин у отца я как бы у меня лежали вещи я приходил туда мыться есть ну там естественно какое-то время я там ночевал потом опять друзья женщины вот а потом я ну я понял что мне уже там 18 лет все надо как-то это и отец я мне сначала мой отец который очень нашел мне квартиру но только на лето бесплатно я там жил но там была такая квартира без мебели без ничего без кухни мы готовили еду на кирпичах на которой стояла вот эта тарантайка от строительных то есть там как-то называется первичный ремонт или как это черновая отделка что такое надо да да ну типа были краны ванна туалет все там обои покрашена но больше ничего нет все пустая абсолютно квартира он я жил там а потом мне папа ну все надо было куда-то переселяться и мне отец искал квартиру и он как-то что-то нашел какую-то женщину которая сдавала квартиру и ее подруга работала на телевидении они были две такие загадочные женщины которые очень много курили скорее всего у той которая сдавала квартиру может быть к отцу возник какой-то сексуальный интерес потому что папа был красивый дядька все и видимо чтоб его как-то очаровать мне предложили стажировку на один день я встретился с этими женщинами они очень много курили по их версии в российской политике ничего не происходит без их ведома собственно потом я узнал что это ну ну как бы просто просто хорошие тетеньки продюсеры дай бог им здоровья и все такое но ничего великого ну вот так я получил свой пропуск на 24 часа и за ночь научился монтировать подсматривая за другими людьми я научился за ночь монтировать и утром перед тем как у меня уже заканчивался пропуск я просто задолбал главного режиссера тогда дайте шанс дайте шанс дармовые руки всегда нужны я же бесплатный меня можно в хвост и в гриву и вот я месяца три бесплатно работал ну как работал я просто приходил и типа как-то стажировался но уже там через месяц я так стажировался что первые сюжеты на мне я уже звездюлей получал если я опаздывал хотя бы на пять минут хотя мне денег не платили а вот и да на что ты жил брал у отца деньги или это были какие-то леваки я работал в массовке ты можешь найти меня в таких замечательных кинолентах как московский дрифт александра невского бэт комедиан делал обзор на этот фильм и я знаю этот фильм я знаю у меня сейчас умеешь монтажер знаешь как будет радоваться искать и став делать эти вставки сюда я подскажу ему дружище монтажер смотри кадр где подымает машину невский на стадионе торпедо значит стрит трейд подымает машину а потом где вот так худой как скотина блондин в майке с че геварой цвета хаки это я где мои деньги я я там снимался в трех или четырех ролях я с ним потом дрался то есть я видел своими глазами как снималась вот это вот знаменитая сцена где он протыкает якобы пальцем банку сгущенки потом ее выпивает я сидел прямо за ним в этот момент и усыкался просто я снимался на всяких там сериалах типа клуб не родись красивой у меня есть я был оператором в театре и снимал спектакли я был оператором скажем так не в театре целый час поработал оператором не в театре очень сильно травмировался психику опять же я почему-то знаю эту историю как ты снимал порнуха ли почти снимал я правильно понимаю да да не такие не почти я целый час да вот целый час через час когда я вышел на лестничную клетку не курите я тогда курил покурить со мной стоял мужик звукарь и он курил я еще помню вот эти тонкие черные сигареты которые всякие вкусы там вот эти вот там черничные хуичные вот это все и он курит и говорит ну что а я вот с такими глазами ну то есть потому что мир разбивается то что ты думаешь как это выглядит это что как это выглядит на самом деле это разные вселенной абсолютно разные вселенной и это ужасающе ну потому что это еще была какая-то вот явно кустарщина там страшная вообще и все такое. Беспощадная русско-порно. Да, да, да. Вот это вот. Девчонки, ну а вы пришли с института. Ну, короче, это отвратительно абсолютно. Вот. Я был немножко, мягко говоря, озадачен. Назовем это так. Я был озадачен тем, где я вообще. Я понимаю, что а я еще же тогда была регистрация в Москве. А у меня не было регистрации в Москве. Я каждые два месяца покупал обратный, покупал билет до Казани и обратно. А, до Кухска. И рвал его так, как мне бы порвали в этом. И носил в паспорте, чтобы от меня отвалили менты. И очень боялся ментов. Из-за норильского детства, когда меня там менты мягко говоря побили. У меня первые два года я видел полицейских у меня руки тряслись. Потому что у меня был страх перед ними. Страшный. И еще это накачивалось тем, что в Москве могут там арестовать за отсутствие регистрации. Там даже беспредел... Тогда же. Всегда же. Но тогда он был как бы такой. Очень, так сказать, бытовой. Я бы его так назвал. И я еще стою и думаю, господи, мы в какой-то коммуналке в центре Москвы. Бывшей коммунальной квартире. По-любому сюда сейчас нагрянут менты. Короче, надо как-то сваливать. Я в каком-то страшном моменте нахожусь. А этот чувак смотрит и говорит, что тяжело, да. Я говорю, да, тяжело. И он это мое тяжело воспринял неправильно. Он мое тяжело воспринял, видимо, что я, ну, на таком впечатлении от того, что я снимаю, что я весь возбужден до безобразия. Он говорит, сейчас не переживай. Сейчас, говорит, Наташа придет, поможет. Я говорю, кто? Он говорит, да не переживай, не переживай. И уходит. Я такой, да я вот сейчас начал переживать больше, чем переживал до этого. Потому что, говорит, Наташа будет мне как-то помогать. И я захожу обратно. Это вот эта коммунальная квартира. Длинный такой коридор. И из какой-то части выходит такая очень уставшая женщина, свидетельница молодости Ленина. в полотенце вот здесь, знаешь, в таком. Он говорит, ну что, тебе тут тяжело? Я говорю, да. Говорит, ладно, 10 минут, не больше. Пошли быстро. Я такой, я не хочу. Стало тяжелее. Я говорю, не надо. И все. И я, короче, да, отдал камеру, сказал, это не мое. Мне честно заплатили 100 баксов. Что по тем временам были сумасшедшие деньги. Я сказал, большое спасибо. И пули оттуда свалил. И, короче, месяца два еще после этого мне снились страшные сны. И я, так сказать, не посещал сайты специфической направленности, потому что была глубокая моральная и физическая травма. Попробуем немножко закрыть эту арку твоего переезда и твоего условного взросления вот в совершеннолетие. Можешь вспомнить какой-то совет, который тебе дал отец и который ты запомнил и пронес, вот хотя бы, который помог тебе с точки зрения вот перехода именно из юношества во взрослую жизнь? Папа, который папа, ну родной. Да, родной, да. Мы разделим про отца и про отчим отдельно поговорим. Папа много чего советовал такого, но так, чтобы я вот прям типа знаешь, как совет. Я дедушку больше в этом смысле воспринимал. Дедушка, отец моего отца, вот он мне там какие-то там тоже жизненные мудрости говорил, когда был я маленький. Но опять же, не знаю, я приписываю эту фразу отцу, но не факт, что это фраза отца. Но отец, например, пытался мне объяснить, тогда еще казино же было в Москве. А, например, когда я еще был в Норильске, четверо моих друзей сели в тюрьму за убийство и разбой. Тогда появились вот эти клубы-автоматы. И ребята проиграли там кучу денег, накурились, напились, взяли гантелю, пришли в этот, убили охранника. Ну, короче, и вот они на 20 с хером лет там все сели. Вот сейчас, получается, последний, если они живые, последний выходят. А это были вот прям дети друзей моей семьи. Я знал два брата. Один сел на 20 с хером, второй на 14, по-моему. Ну, короче, там вот такая история. Я знал этих ребят, я был у них в гостях. И все такое. И, видимо, я так понимаю, я так помню, что, видимо, на фоне того, что, видимо, тогда либо приговор сдадали, либо что-то еще, отец мне что-то говорил про это. Он мне все время дал мне 100 долларов, сказал, проиграй 100 долларов и больше, типа, не играй никогда. Но у меня с этим проблем не было. Я тебе 100 долларов положил в команду, сказал, большое спасибо, и свалил. Потому что я не могу себе... Ну, то есть, я сейчас там играю в покер, я могу... Но для меня это больше антуражная история. То есть, для меня проиграть в покер, это значит, мы сейчас в красивом, где-то красиво, с фишками, херишками. Но я никогда не сыграю, не проиграю больше денег. Я вообще никогда не прогуляю больше денег, чем я изначально для себя решил. То есть, возможно, это часть какого-то напутственного совета отца, которое в моей голове трансформировалось в то, что есть сейчас. Когда я говорю о том, что если я гуляю, я гуляю ровно настолько, насколько я готов выкинуть в окно и забыть об этом. Но так, чтобы вот был какой-то там, типа, сын, слушай меня. Нет, у меня, наоборот, веселая история, как мне папа пытался объяснить, как презерватив одевать, на примере носка, вот, в тот момент, когда я уже... Когда мне папа сел, мне там 18 лет, что ли, он сел, говорит, сын, давай поговорим о сексе. Я говорю, да, папа, что ты хочешь знать? Ну, потому что, как бы, к тому моменту я знал, по-моему, сильно больше, чем он. Может быть, если это был не совет, какой-то паттерн поведения его или какая-то его привычка, которую ты невольно перенял. Я уверен, что ты потом с возрастом все равно анализировал, пытался понять, откуда у тебя вот эта или иная вещь. Я тебе так скажу, мой отец до определенного возраста был для меня максимальным примером для подражания. Но характером, как бы это забавно не звучало, я больше на отчима похож. Потому что он, ну, как бы он был... Я был... Я видел его чаще, условно говоря, да, в период своего вот какого-то... Как раз становление, когда ты впитывался, как... Да, да, то есть, но при этом я взял... Как мне кажется, я получился тем, кем получился, потому что мне удалось сепарировать плохие качества моего отца и плохие качества моего отчима и действительно вычленить только хорошее и забрать только то, что работает для меня, а не просто забрать что-то. То есть, вот это совершенно точная история. Там, опять же, я копался в этом, я работал с этим психологом и так далее. То есть, мы вот... Здесь я могу быть уверенным в том, что я говорю. Что я действительно очень много сепарировал, очень много убрал. Да, и все такое. Не, мы курим с отцом одинаково. В моем случае, курили. При этом я начал курить, не видя, как курит он, но мы курим абсолютно одинаково. У нас вот эта часть лица абсолютно идентична. У нас голоса идентичны. Закрываем арку, вернемся к тому, что ты актер массовки. Скажи мне, сколько женских сердец было покорено фразой? Я вообще в модном сериале «Клуб» снимаюсь. О, ты что? Нет. Понимаешь, какая проблема? Покорялись те же девки, которые со мной там и снимаются. Моя первая любовь, такая серьезная, большая любовь, весьма драматичная. Я с ней познакомился на съемках... Господи Иисусе, как называлось это шоу? Это вот, короче, был до голоса, был «Фабрика звезд», а потом то же самое сделала в ГТРК, но по-другому. Народный артист туда его вкачает. Народный артист, да-да-да, был такой. Вот, да. Я снимался в массовке того сезона, где, господи, почему я это помню, зачем мне это нужно? Значит, Елена Воробей и Чумаков были ведущими того сезона. Обалдеть. Почему я запомнил? Потому что Чумаков смешно шутил. Он действительно был очень смешной чувак. Очень классно импровизировал. И вот на этих съемках я тогда познакомился со своей вот такой первой, настоящей, большой, серьезной женщиной с большими серьезными отношениями. До этого, да ты что, увезти девчонок с массовки, это была классика абсолютная. Мы, наша основная точка зарабатывания денег была золотой граммофон. Вот это вот. Все, я же его вел целых пять минут, золотой граммофон. Так что это за история еще раз? Я не понимаю. Малахов попал, ты не знаешь, что история, это, блин, это самая попсовая история вообще на свете. Короче, золотой граммофон шел, он же идет регионами. Поэтому ты одну и ту же херню прогоняешь, а в перерывах между регионами вся массовка сидит в носу, ковыряется, а Малахов куда-то уезжал. Вот Малахов куда-то уезжает и идет на регион Сибирь, что еще как бы вдвойне забавно. И Малахов попадает, все, сейчас эфир, а это прямой эфир, это вот это вот. Столько-то баллов, набрала песня ногу свего, идем на восток. Вот это вся херота. А я максимально ублюдски выгляжу на тот момент. То есть у меня как раз вот тот период лимиты, когда ты уже перестал бояться Москвы, и тебе кажется, что ты ее победил. Это вот такие поднятые волосы какие-нибудь, все еще рубашка, заборные джинсы? Я блондин вот с такими корнями, у меня разорванные джинсы, у меня кеды в дырках с надписью, красные, яхтокрасные, СССР, купленные на рынке за 100 рублей. Короче, я выгляжу как упыть просто. Это Тимаси в фильме «Жарая», правильно понимаю? Плюс-минус вот так. Намного хуже, намного хуже. Тимати в фильме «Жара» выглядит стильно, понимаешь, по сравнению со мной. И значит все, и мы смотрим, мы уже все стоим, значит там уже, кто-то уже рандомно хлопает по старой привычке, знаешь, типа время пришло, пора хлопать. А ничего не происходит, а это прямой эфир, все, это невозможно перенести еще. И все бегают и выходят на сцену продюсер, вот с такими глазами смотрят. А массовка, она в массе своей, это такие же люди, как я, такие упыри. Боже, у нас был мальчик, который с тесемочкой вот здесь ходил. Понимаешь? Ну то есть, ну это катастрофа вообще. Это люди. И у меня про массовку столько баек, и все они максимально... Ну то есть это отдельная каста сумасшедших людей. Абсолютно сумасшедших людей. Оттуда, как из мафии. Нужно вовремя вырваться, иначе ты останешься с ними навсегда, и будешь вместе с бабушками кричать «Адвокат», превратишься вот в этого там Гогена Солнцева. Вот Гоген Солнцев. Вот это лицо массовки. Вот Гоген Солнцев. Это вот типичный представитель массовки, которых я, Гогенов Солнцевых, знаю до хера. Я думал, мы с ним пересекались в то время. Я уверен, что он был... Может, это он и есть тот мальчик с тесемочкой. И вышел этот бедный продюсер. Спустя годы я представляю, в каком он был отчаянии. Это ж насколько он должен быть в отчаянии, что он в итоге вышел к массовке. И глядя на 100 Гоген Солнцевых и таких же сумасшедших женщин, он взял микрофон и сказал, кто-нибудь из вас есть с журналистским образованием или с опытом ведения чего-либо на сцене? А у меня тогда девка была, такая яркая девчонка. И все как-то у нас с ней до конца не доходило. Я думаю, сейчас я произведу на тебя невероятное впечатление. Я говорю, эээ! И он так очень долго смотрит на меня и думает, ну почему? Ну, вот я уверен. Он думал, почему я вообще еще не уволился отсюда? Как вообще? И видимо, ситуация абсолютно патовая, потому что он говорит, подымайся. Ну, то есть я работал продюсером. Никогда в жизни. Я бы скорее застрелился. Я бы вырвал все провода электричества и сказал, что у нас просто пожар. Я не могу выйти в эфир. Но не меня поставить в кадр. Ну, особенно того Никиту, вот которого я помню. И я обосрался уже на выходе, потому что я уже на выходе понял, что куда это я иду. И что это я? Куда это я? И просто мне начинают накачивать. Короче, вот там будут написаны цифры. Песня такая-то. Просто скажешь, вот такая-то песня, добровосток. Это просто представишься, скажешь, что ты Никита. Ба-ба-ба. И все. И я такой, хорошо, Никита. А там несколько, сука, песен. Понимаешь, не одна. И я, бля, что? Чего? Короче, я назвал первый канал ОРТ. Хотя он уже был тогда первый канал. Вообще за это штрафовали, насколько я знаю. Вот. И я первую песню отхерачил. Мы ушли на вторую. Я стою, смотрю на свою. Моя течет. Типа, вот это у меня вообще. Вся массовка завидует мне и ей. Потому что я... А это все. Ну, это вершина массовочной истории. Представляешь вообще. А я все это время, я, к сожалению, не видел этого со стороны. Я пытался выкупить эту историю у архива Первого канала. Мне отказали. Возможно, ее уничтожили, чтобы никто этого никогда не увидел. Там Костя Эрнс никогда не увидел. Еще кто-нибудь не знает. И на второй песне, на второй подводке я вижу краем глаза, как забегает Малахов. И ему просто, пока он бежит, ему одевают ухо, микрофон и объясняют, как меня зовут, какого хера я там, что вообще происходит. И он влетел в этот эфир. Но он профессионал в этом смысле, конечно, вопросов ноль. К его, так сказать, другим качествам не будем касаться. С точки зрения профессионализма это топ. Ну, потому что я понимаю, насколько это сложно, насколько это стрессовая ситуация для ведущего. Прямой эфир, ты попал в аварию, там, да, там все. И он залетел в эфир так, как будто это всю жизнь было задумано. Как будто, ну, это вот разыгранная нами сценка. И он такой, спасибо, Никита. Я такой, да, Андрей, вообще без вопросов. Вот. И все. И он мне пожел руку. И дальше, как бы, съемка пошла уже без него. Ну, без меня, в смысле. Меня отправили обратно навсегда. И потом я вышел. Это все, мы отснялись на Сибирь. Мы стоим в курилке. Я суперзвезда. Ну, то есть, я уже думал свою бросить, потому что тут есть получше. Понимаешь? Ну, все. Я покорил Москву. Я ее просто сделал нахер. И я стою на таких понтах. Там, ну, просто. Я на таких понтах никогда в жизни не был, наверное, как в тот день. И мне звонит мама на мой... Чтоб ты понимал разницу в ситуации. Да. У меня был телефон Siemens A50, у которого не было задней крышки и батарейка не держалась. Поэтому у меня был переметан с синей изолентой. А Siemens A50, он же, по-моему, был синенький и серым. Он такой, пластиковый штук. Ну, типа, да. Поэтому синий. Ну, я же не дурак цвет в цвет, понимаешь? И я вот этим ублюдским телефоном мне звонит мама и говорит, сын! А она знала, где я работаю. Говорит, я все время же всегда только песни смотрю, смотрю, где ты там в толпе, там, увижу тебя, порадуюсь. А когда, говорит, этот выходит Бабабоу, я же переключаю. Я и переключила. Мне, говорит, весь город звонит, говорит, ты видела сына? А я не видела. И я что-то... И она плачет, прям сына туда-сюда. Я говорю, мама, а я... Мне уже мама, мама, а мне 18 лет, понимаешь? Мама, у меня тут телки, у меня тут... Я тут в зените славы. Не с мамой сейчас супергерой, который только что отвел эфир на первом канале, должен разговаривать. И проходит Малахов, говорит, молодец. Че там? Я говорю, да это мама моя. Она меня не видела. Он говорит, как не видела? И он берет телефон и разговаривает с моей мамой. Там мама вообще... Там все, да. В оргазмах все. Я стою такой, по моему телефону. Там уже тоже, там уже ручьи просто идут. Вот это одна из таких... Да, я снимался в фильмах Невского. Да ты что, столько ужасов было вообще. Массо... Но время было божественное. Тысячу рублей платили. Это смена или час? Это... Час! Ха! Это с девяти утра до часу ночи ты там сидишь. Вот за тысячу рублей. Но давай оговоримся. Для тех, кто сейчас там молодой смотрит, или в целом, может быть, не этот... Тысяча рублей... Ну, в целом, зарплата Московщина на тот момент... Что можно было купить на тысячу рублей? Да, да. Вот давай так. На тысячу рублей мы покупали. Нас... Мы кооперировались там по два-три человека. У нас, получается, в сумме три штуки. На три тысячи мы покупали два килограмма пельменей. Мы покупали... Это где-то рублей двести-триста. Мы покупали там кетчуп и майонезы, хлебы, там чуть-чуть огурца, помидора, алкоголь, сигареты. И суммарно скидывались на такси, потому что час ночи метро уже мы не успевали. Вот этого хватало, да. Вот на такое существование. Мы, собственно, так и существовали. То есть мы снимались целый день. Где-то даже кормили. Это вообще чудеса. Где-то там... Да, не кормили. Но там на 50 рублей в столовке какую-нибудь говна сожрешь. И уже нормально. И потом, да. Потом ехали вот всю ночь. Кутили с девчонками. Там у нас были компании. Мы там что-то такое делали. Когда и при каких обстоятельствах возникла мысль, а может мне пойти в интернет? Никогда такой мысли не было вообще. Я шел своим путем в телевизоре. Рос как режиссер. Носил титул «Самый молодой». И дальше там прибавлялись разные характеристики. А тебе хотелось собирать вот эти значки? «Самый молодой» быстрее всех понял там... Было дело. Было дело такое. Было дело. Меня очень будоражило мысль, что я самый молодой режиссер-постановщик на российском телевидении. То есть это звучит. Понимаешь? Ну и мне и было 22-21. Ну то есть когда тебе 20 с копеечкой... Конечно ты хочешь быть самым классным. Да и ты всегда хочешь. А тут это прям жизненно необходимая какая-то история. Конечно. И все было хорошо. И я говорю, ну эту историю все знают. Да, я должен был просто сделать передачу для Уткина как режиссер. Я ее придумал. Я ее сделал. Уткин не пришел. Я ее все равно снял. Но меня там не было. В кадре. Я был режиссер. Но так как люди, которых я поставил в кадр, ничего в футболе не понимали, я за них написал весь текст. Потому что в футболе я шарил. И мне нравился футбол там и так далее. Но когда я приносил эту CD-диск... Что это? Дискета, наверное, да? CD-диск. CD-диск, да. Когда я приносил... 3,5 флопи-диск, когда я приносил. Вот. Когда я приносил этот CD-диск и показывал его там разным людям. Я, ну, последнее о чем я думал, это я буду ведущим. Я думаю, я буду режиссером. Может быть даже режиссером. И что-то я слышал про продюсирование там, знаешь. И все такое. Но ведущим нет. А просто люди увидели, что я до хера пишу. И так получилось, да. Что меня сказали. Ну, иди сам. Ты же вот... Это же интернет там похеру. Как ты выглядишь. Как ты разговариваешь. Какая у тебя дикция и все. Я такой, ну, прикольно. Почему нет? Ну, это было хобби. Это была попытка просто поиметь еще больше власти на телевидении. Потому что YouTube тогда воспринимался исключительно так. И все деньги, которые там появились на стартовом этапе, это были деньги телевидения, которые вкидывали туда. Просто они такие, о, есть помойка. В этой помойке можно экспериментировать. Ты можешь снять пилот на канал. У него будут требования. Технические требования. Да. То есть студии, хирургии. Это много денег. Соответственно, ты много денег потеряешь за пилот. А можешь за 5 рублей пилот в YouTube сделать. И все это... Можно 500 пилотов сделать за бюджет одного пилота на телевидении. Классно же, классно. И все, и все так и делали. И у кого, если что-то стреляло, всегда разговор был такой, что типа, да-да-да-да-да-да, попробуем запустить это на телевидении. Помнишь свой первый день, когда ты уже решил, что это будет твоя программа? И ты вот в роли ведущего. И, наверное, я с этим... И была ли эта мысль? Свяжу дальше всю эту жизнь. Осознанный заход в интернет произошел тогда, когда мне закрыли телевидение. И когда я понял, что я хочу из нее уходить, из этого телевидения. Сколько времени прошло с момента, когда ты собираешь значки и радуешься, что ты самый молодой? До момента, когда ты понимаешь, кажется, на этом эпоха закончилась. Ну, вот эпоха в том понимании, которая там для тебя была. Я тебе даже чуть-чуть усложнение, да, потому что это сейчас моя боль. Я сейчас снова работаю с психологом именно из-за этого. И я открыл для себя штуку, которая на самом деле сейчас очень сильно меняет мое мировоззрение. Я в любом деле, в которое я вхожу, если оно мне нравится, я очень маниакален и стремлюсь стать лучшим в этом деле. Стать лучшим. И у меня есть довольно четкие критерии этого. Это максимально персонализированное управление и деньги. Именно в такой последовательности? Именно. Это моя большая проблема. И я в телеке дошел до того момента, когда стало понятно, чтобы идти дальше, нужно прогибаться очень сильно. А я не умею. Я могу быть дипломатичным, я могу быть таким, но я максимально тупой и бесхитростный и не умеющий вести интригу человек. Я очень прямолинейный. По мне сразу видно, кто мне нравится, кто нет. Я говорю очень прямо, я говорю очень жестко, я не фильтрую базар. Я говорю то, что думаю и говорю людям в лицо, что самое неправильное. Если мне кто-то не нравится, люди знают, что они мне не нравятся. А это плохо. То есть, когда ты добираешься до определенной вершины, да, и тебе нужно на ней, во-первых, удержаться, во-вторых, идти дальше. Так вести себя нельзя. И каждый раз, когда я добираюсь до такой вершины и понимаю, что дальше нужно меняться, я ухожу. И занимаюсь чем-то другим. И так произошло и с телевидением, и впоследствии с рекламой. То есть, я достигал какого-то успеха, доходил до каких-то масштабов. И вот на этих масштабах начиналось вот это. Уже правила игры вот такие. Я эти правила игры не принимал. И уходил. Тебе психолог наверняка говорит, что это ввиду отсутствия мужского авторитета в детстве? Нет, вообще про это нет. У меня синдром Бога. Я все на себя, я за все в ответе, я все должен контролировать. Любой фокат, твой фокат. Геройство постоянное. Да, то есть я всегда должен, ну как так сказать, я беру на себя намного больше, чем это нужно. И это черта моего характера, это моя проблема. Это то, что мне мешает по жизни, естественно. Я правильно понимаю, что ты именно сейчас начал снова прорабатывать с психологом? Понимаешь, что история может повториться в третий, в четвертый, в энный раз? Меня не пугает, что она повторяется. Я вообще пришел к этой мысли на сессии с психологом. Изначально такого запроса не было. Изначально запрос был куда проще. Вот, просто в процессе разбирания и обсуждения я пришел вот к этой мысли сам. То есть суть психологической какой-то истории в том, что ты сам до чего-то доходишь, правильно? Меня это не пугает потому, что в каждой следующей своей итерации я успешнее предыдущей. Я как продюсер успешнее, чем режиссер, я как рекламщик успешнее, чем продюсер и так далее. Карьера тренера и желание чуть-чуть приблизиться к великим тренерам. Это финальное желание на данный момент? Или ты уже себе какой-то плацдарм дальше тоже в том числе планируешь? Я сейчас в той точке себя, когда меня многие вещи не устраивают. Я провожу определенные параллели и вижу эти определенные параллели. И для меня сейчас, у меня очень сложный в этом смысле период. Я перегорел где-то и вот, собственно, я психологом стал заниматься как раз из-за выгорания эмоционального. И сейчас я как-то вот, ну, я пытаюсь найти ответ на этот вопрос. У меня пока его нет. У меня был ответ на этот вопрос, ты не представляешь, насколько я был бы счастливым товарищем. Тебе же очень тяжело вот с таким подходом, когда ты должен все контролировать, ты должен быть за все в ответе. И только ты можешь сам себе гарантировать нужный тебе результат. Тебе тяжело работать, ну, вот в той системе, в любой системе в целом. Особенно в той системе, которую мы сейчас говорим, там вот в футболе условно. Особенно в больших организациях. И чем больше и крупнее будет клуб, тем сложнее будет. Чем больше организации, тем больше будет сопротивления. Именно на этот вопрос я и пытаюсь сейчас себе ответить. Могу ли я на это? Ну, как бы, все ли окей у меня с этим? Потому что, как бы, принятие-то есть, понимание есть. А вот, да, надо прийти к третьей части. Following the fall. И на данный момент, я не знаю, честно, у меня такое вот состояние сейчас. Я единственное, до чего, до чего себе как-то научился позволять, это научился позволять себе быть, сомневаться и не быть совершенным. Вот, потому что, ну, там, до лет тридцати я должен быть скалой, знаешь, такой. И все такое. Вот где-то лет в тридцать, ну, когда вот проблема с псевдораком и прочее, много же пересмотрелась в голове, вот, и я как-то намного стал, скажем так, гибче, мягче и, как мне кажется, умнее. Но все равно есть какая-то базовая штука, и вот с ней хочется подразобраться, да, хочется ответить себе на вопрос. Но у меня нет какого-то переживания, понимаешь? Я же изначально шел в эту историю, абсолютно понимая ее сюрреалистичность. И все победы, и все какие-то успехи, которые были по пути, они уже сверх оправдали ожидания. Мои, по крайней мере, точно. Ну, ты же опять себе значки собираешь, просто в другой истории. Да, но я уже никогда не буду самым молодым тренером, понимаешь? Например, я работаю в футбольном клубе Арис, спортивным директором Академии. А наш главный тренер первой команды, который уже выиграл чемпионство в Казахстане, выиграл чемпионство на Кипре, вывел впервые в истории, то есть, этой команды сделал ее чемпионом, вывел ее в Еврокубке, выиграл там матчи. Ну, он красавец, да? Он меня почти на год матч. Тут вопрос же не в молодости. Нет, ну, я имею в виду, что есть какие-то ачивки, связанные с возрастом. Ты же себе другие сломы делаешь, да, у тебя ачивки другие, даже может быть круче. Ты же по факту из непрофи взял и прошел этот путь, и проходишь до сих пор. Ты же, я так понимаю, получил сейчас очередную лицензию. Да, мне там, условно, до Мауриню совсем чуть-чуть осталось, и все, и уже даже эту точку не возьмешь. Не, ну, просто у каждой индустрии есть определенные сам вот эти вот ачивки, с какого момента они начинаются, да? И, безусловно, в футболе я эти уже ачивки не соберу, потому что уже есть люди куда успешнее, круче, умнее, прошедшие этот путь, скажем так, быстрее и раньше. Понимаешь, я ни в коем случае не собираюсь прятаться и как-то рассуждать на тему, откуда я начал. Да какая в жопу разница, откуда я начал. Да, там, можно в этом искать оправдания какие-то, типа, я вообще вот из Норильска, да, я вообще вот не профессионал, я вообще вот из блогерства там, да, вылез там и пытаюсь преодолеть. Это вдохновить других, это тебя уже не подожжет. Ну, просто мне, я не хочу оправдываться, я не позволяю себе этого. Я считаю, что когда ты оправдываешься и пытаешься находить какие-то оправдания не в себе, но ты таким образом сам себе очень сильно ужешь и создаешь проблему. Я хочу быть, вот, знаешь, я это с психологом говорю всегда, я говорю, я хочу быть уверенным в том, что если я сяду, скажу, я не справляюсь вот с этим. Да, это мое решение, я не собираюсь его оправдывать, я его не собираюсь стесняться, я не считаю, что это плохо. Я не считаю, что плохо не справляться. Вот я к этому в свои там 37 лет пришел. Нет в этом плохого. Плохо, когда ты ищешь, когда ты говоришь, я не справляюсь, потому что вот этот мне мешает, вот здесь проблема, вот тут несправедливость жизни и так далее. Вот это очень плохо, потому что это не приведет к тебе ни к чему. А если ты говоришь, я не справляюсь, значит, есть четкие, понятные причины, почему ты их не отрицаешь, да, и дальше ты либо с ними, ну, как бы поодиночке дерешься, исправляешься, в итоге выводишь, либо ты просто понимаешь, это не то, что делает тебя там счастливым, это не то, что, ну, ну все, ты упираешься в тупик какой-то. Это как сидеть и плакать, почему же я не бессмертный, я умру все равно, да, и просто на этом остановиться. Зачем? Когда мне по ошибке сказали, что я умираю, и у меня было, так сказать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, так сказать, напоминания мне об этом, и они у меня продолжают быть, и я могу в любой момент перейти из вот этой стадии веселой истории про идиотизм в стадию действительной реальности. Вот. Я себе сказал, что я не собираюсь ни для кого жить, кроме, ну, как бы, знаешь, не изображать из себя то, чего нет. Если завтра я начну подыхать, вот эти последние, там, пятнадцать-двадцать минут, самые страшные, когда все, жизнь уходит, да, ты уходишь, ну, как тебя будет вообще как-то тревожить тот факт, что тебе люди там подумали, а вот были какие-то, да, вот, и там, или ты будешь себя оправдывать тем, что вот ты не добился чего-то, потому что другие люди тебе мешали, там, да, или еще что-то. Но это же будет самые страшные пятнадцать минут твоей жизни. Ты и так уходишь, жизнь такая классная штука, жить вообще так классно. Мир красивый и прекрасный. Я ненавижу каждого, кто пытается пропагандировать насилие или как-то это пытается все убить. Знаешь, вот эти все ублюдки, которые там, где-то спрятавшись, что-то говорят. Ну, это же катастрофа страшная. Мир красивый. Я сегодня по горам гулял. Как красиво, понимаешь? Соответственно, уходить отсюда и так очень обидно, и так очень грустно, и так очень страшно. А если ты еще на это, на все сверху будешь всовывать, что ты жил не так, как хотел, оправдывали всегда. Все кто-то виноват в том, что ты чего-то в этой жизни не сделал. Ты там будешь думать, что вот ты, не знаю, куда-то не пошел, потому что другие люди это как-то вот осудят. Да, там, или что-то еще. Господи, это будет что за страшные 15 минут. Просто у меня они теоретически растянулись. Вот когда мне сказали, да, я уверовал в то, что, ну, у меня максимум год. Боже, это был такой страшный день. Я забился, я помню, я забился в свою квартиру, и я сходил с ума от того, что, боже, сколько времени проебано. Я извиняюсь. Сколько времени, сколько всего. Вот это уже не ценно, и это не ценно, и это не ценно, и это не ценно. Понимаешь? А это не имеет никакой над тобой власти, а это не имеет над тобой никакой силы. Боже, сколько всякой херни я натворил. Почему? Если все, это все, через год, вон, люди умирают пачками. Великие люди уходят. Максимум сутки. Жизнь, она так устроена, что ты, ну, как бы, да, это, знаешь, это вот, есть же эти все аналогии, там, в древних религиях с рекой, но это же правда в каком-то смысле. Тебя смыло. Да. И все, тебя не... И нахера тебе искать какие-то оправдания в чем-то? Я не говорю о том, что ты должен выходить, срать на всех с головы, не признавать никаких авторитетов, не признавать... Я сейчас не ванахию, знаешь, всегда, когда об этом говоришь, люди уходят вот в максимализацию в какую-то. То есть, что это значит? Ты там должен ходить, там, ссать на всех, там, да, и жить с бамбуком на письке на пляже. Блин, если это очень сильно делает тебя счастливым, а на самом деле таких людей 0,0,0,0 процента, ну, пожалуйста. Но это не касается всех, не надо максимализировать. Знаешь, истина навсегда посередине. Вот. Вот. Просто начни с малого. Не надо сразу как-то вот плевать на все из ценностей. Ты начнешь сначала задать себе вопросы, какие эти ценности-то у тебя-то вообще? Ты-то чего хочешь? Тебе-то чего надо? Что для тебя по-настоящему ценно? Не то, что ты придумал для себя, не то, что ты хочешь, как ты выглядишь со стороны. Да плевать, как ты выглядишь со стороны. Мне вот абсолютно плевать. Это опять же мешает мне по жизни. Мне абсолютно похеру, что обо мне подумают люди. Мне абсолютно плевать. Я не могу держать лицо. Я не умею держать лицо. Я не умею вот, знаешь, вот на определенных этапах жизни нужно уметь держать лицо. А я не умею. Вот я не то, что не хочу, а я просто не умею. У меня не получается. Я пыжусь, а выгляжу еще тупее. От этого всего. Ну ты видишь, профессионал в тебе начинает обыгрывать. Я помню эфир еще перед чемпионатом, по-моему, в России 18-го года с твоей этой челкой и твоей попыткой вечно ее куда-то вот деть, куда-то ее причесать и вечно степ над этой челкой своей же. Так она у меня это осталась, это фильм. Не, ну сейчас она как-то покороче поинтересовалась. Да, мне просто искренне кажется, что когда у меня волосы как-то вот здесь, я похож на человека, который, ну, я просто не хочу так выглядеть. Группа стекловато. Ну типа да, я просто не хочу так выглядеть. Хотя мне плевать, как я выгляжу. Ну в плане того, что я не слежу за собой, не слежу там за... Если у меня в какой-то момент будет такая прическа, я не буду этого видеть, ну, и хер с ним. Но если я вижу, я херак поправил. Все. Это для моего комфортно, не для твоего. Да. Я это делаю, потому что мне, и мне плевать, что кто-то будет стебаться над тем, что, ага, ты еще там залежись. Ну, надо залежусь. То есть и сейчас то же самое. Я пытаюсь просто следовать этим. При этом я абсолютно осознаю, что я взрослый мужчина. Я набрал на себя большое количество обязательств. У меня есть вот эти загоны мои все контролировать. Я гиперответственный. Я отвечаю за людей, которые не просили за них отвечать. А я за них отвечаю. Понимаешь? Потому что я так решил. Вот такой вот я тупой человек. Я учусь сейчас немножечко это как-то сепарировать тоже от себя. И давать людям тоже вправо отказаться от моей, так сказать, помощи и опеки. Сколько раз, потеряв мотивацию или перегорев в том или ином деле, маленьком или большом, неважно, тебе удавалось найти в себе искру и снова зажечь? Мотивацию я не терял никогда. Если тебе нужна мотивация, то чем ты занимаешься? Хорошо. Сколько раз, сколько раз перегорев в каком-то из своих дел? Я первый раз в своей жизни перегорел. Перегорел первый раз. Вот сейчас я поэтому и в неких новых для себя ощущениях, я абсолютно не знаю, что с этим делать, поэтому я тут же обратил, ну никак не тут же, ладно, брать не будем. Да, я какое-то время пытался ковыряться сам, понял, что не справляюсь. Мои близкие надавили на меня с большого количества сторон и буквально заставили меня снова вернуться, да, там, поработать со специалистом. Я им очень благодарен, потому что мне сразу как-то стало легче. Не решились все мои проблемы. Они есть до сих пор. Они даже их больше становятся. Но как минимум идти лучше, чем стоять. Поэтому мне здесь, конечно, поконфортнее стало намного. Как дела сейчас? Я так понимаю, что ФККФ, вы прекратили вообще все, что было, и даже вот эта история, у вас должна была быть коллаборация с молодежкой, но и она закончилась, по-моему, год назад, или я уже что-то путаюсь в дату. А какой год назад? То есть, ФККФ в ни в каком его виде не существует пять лет. Вы же с юниорами должны были прописать какой-то контракт, но проблема была в том, что они нерационально тратили бабки, если я правильно помню. Эта история может быть двух лет. Нет, их просто перестало быть. Ковид. Все, все. И я им просто отдал название, отдал им канал, отдал им Инстаграм, разрешил им пользоваться именем, отдал им эмблему, сказал, пожалуйста, делайте все, что угодно. К сожалению, да, я им многое обещал, но, к сожалению, ковид ухудшался, 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 резервы закончились, все закончилось, миг поменялся. И я сказал, ну, я не тяну, все, извините, все. И они существуют сами по себе, я существую сам по себе, я не имею никакого отношения. Может быть, я смотрю не все посты, но иногда мне понравится в Телеграм-канале, твом Телеграм-канале, я вижу пост, где ты вроде бы взываешь какую-то обратную реакцию подписчика, но не делишься конкретно, что у тебя произошло, очень так туманно, говоришь, что типа, вот сейчас тяжело, меня радует ваша поддержка, но при этом вот как-то так, не вдаваясь в подробности. Во-первых, кого волнуют мои проблемы? Тогда зачем ты это пишешь? Есть Инстаграм, с появлением блогов, ютубов, соцсетей, появилась вот эта так называемая, ее так называют, да, Инстаграмная реальность. В Инстаграмной реальности у всех все зашибись. Всем легко, у всех миллионы денег, все невероятно успешны, и мне кажется, что это самое худшее, что мы можем транслировать в миг. Это абсолютно точно. Потому что оно наносит, непоправимый вред людям, которые тоже чего-то пытаются делать, но сталкиваются, как и все, с проблемами. И это то же самое, знаешь, для меня, вот как девчонки, которые смотрят там, да, на каких-то там, не знаю, топ-моделей, и вот они там, я сегодня на яхте, завтра, значит, в Голливуде, и они думают, а они сидят, говорят, ну почему? Ну да, и вот у них, и все такое там. Ну на заре, на заре, наверное, это мотивировало кого-то, что типа, я тоже так могу, тебя безусловно должны мотивировать яркие люди, конечно, потому что успех тоже часть жизни, если ты что-то делаешь, ты приходишь к успеху, если ты часто испытываешь успех, ты получаешь капитал, если ты правильно работаешь с капиталом, ты живешь богато, я не говорю о том, что не надо выкладывать яхты, машины, женщин, вино и дома, если у тебя это есть, и ты к этому пришел, и это твое, очень важно, потому что, извините, я поработал 6 лет в рекламе, я знаю про все эти дома, сдающиеся в аренду, все эти съемочные павильоны на 500 тысяч фотографий, все эти машины в лизинге, или в данные на день, и все на них покатались, да, и так далее, я знаю обратную сторону очень многих известных инстаграм-женщин, и я знаю, почему они на фотографиях скучные одни, но в разных местах, не все, надо подчеркнуть, не все, не надо всех под одну гребенку херачить, но и такое есть, если уж я транслирую свой путь, и свои победы, и выпендриваюсь своим путем, и своими победами, если на пути возникает действительно большая проблема, которая для меня стопорится, я должен сообщить, что такое тоже бывает, я должен сказать, что да, при всей, при той классности, крутости изображения, блин, слушайте, в этом пути много говна, есть говно незначительное, которым не обязательно делиться с людьми, но если для тебя это что-то фундаментально сложное, ну блин, расскажи людям, что тебе тоже тяжело, рассказывать им, что конкретно, это надо такую предысторию огромную выкатывать, это столько нужно контекста, чтобы не запутать людей, ну и зачем, многие это воспринимают, как некая попытка, чтобы меня пожалели, там знаешь, типа ребята, мне сложно, но вы держитесь, там вот это псевдомотивление, нет, я хочу просто сказать, мужики, девушки, парни, смотрите какая история, я транслирую, что надо дохера работать, да, благодаря тому, что ты дохера работаешь, можно чего-то добиться, да, это то, что ты добиваешься, могут дать тебе какие-то няшки, классности, крутости и так далее, безусловно, сложен ли этот процесс в сумме, да, конечно, могут ли на пути у этого процесса, такого четкого, выстроенного и понятного, возникнуть сложности неопределенной силы, которые даже возможно ты не можешь решить, да, и это тоже часть всего этого, вот этого без вот этого не бывает, и наоборот, мне кажется, об этом важно говорить, если уж ты, понимаешь, я не собираюсь никого учить, как жить, например, да, я как человек вообще мудак, с меня нельзя брать пример, у меня куча тараканов, плохих черт, остановись, насколько сейчас по десятибалльной шкале ты кокетничаешь? Ноль. Но ты правда думаешь, что ты настолько плох, как ты сейчас о себе говоришь? В контексте публичной персоны, которую, вот смотри, когда я говорю, что я мудак, плохой человек, у меня много этих, я не говорю, что я как человек, тут не знаю, котят мучаю, естественно нет, я говорю о том, что опять же, с появлением инстаграма, ютуба, всего, появилось понятие публичный человек, я думаю, ты не раз натыкался на вот эти комментарии, ты же публичный человек, как вы можете, да, и вот все эти, так сказать, извращенные трансляции вот этого превратились вот в эти вот там, значит, как надо ходить, где надо, значит, как можно отдыхать, как нельзя отдыхать, да, как можно веселиться, как нельзя веселиться, ты же мать, куда ты одела каблуки, когда тебе, ты же 30 лет, куда ты одела мини-юбку, ты же уже старая баба, рожать надо, рожать тебе надо, куда ты вот намылился, тебе 37 лет, какие там, не знаю, там мотоциклы, да, ты должен там, не знаю, уже сесть, пердеть, умирать, что вы такое говорите, вы нельзя материться, вы учите детей, вот это перекладывание ответственности за воспитание, да, вот это люди почему-то вот решили, что раз у тебя все в жизни хорошо, то тогда ты должен быть Иисусом Христом, а если ты не Иисус Христос, и у тебя все хорошо, то ты мразь, забравшая что-то незаконно, несправедливо, это несправедливость, понимаешь, для людей, то есть они могут себе позволить видеть успешного человека, но он должен быть идеальный, идеальный. Ну вот давай разделим, пожалуйста, смотри, сейчас пока мы далеко не ушли, что вот есть Никита Ковальчук, его мысли, которые он транслирует в телеграм-канале, и давай возьму твои видео на ютюбе, в меньшей степени инстаграм, ты там не сильно активен, и есть условно такой же блогер, не будем его называть, который говорит про то, что классно курить эти шкудишки, классно ходить на концерты, классно покупать дорогие шмотки, и странно, что у вас небогатые родители. Возьмем Никиту, который говорит, что я буду... Возьмем Никиту, который будет говорить, я буду сам ебашить, но вот все, что я имею, это я сам получил. Это вот мои мозоли, вот мои стертые ладони. Может быть у меня не Феррари, но мне комфортно на тачке, не в лизинге условно. Да, она мне нахер не нужна, эта Феррари. Я говорю о том, что вот мне кажется, что пример в виде Никиты Ковальчука в таком контексте гораздо лучше, чем пример, который мы говорим про этого эфемерного блогера. В любом случае, выйдя в публичное поле, ты так или иначе, к сожалению, без твоего желания это уже решили. Ты для кого-то будешь ориентиром. И я считаю, что выбирая между вот этими двумя ориентирами, ты классный ориентир. Так я поэтому и стараюсь вести себя я за кадром и я в кадре. Я блогер Никита Ковальчук и я Никита Ковальчук. Это абсолютно одинаковые люди. Нет образа, нет отыгрыша, нет ничего. Вы видишь, мы с тобой общаемся, я так же эмоционирую, я так же жестикулирую. У меня нет ужимок, которые я использую для кадра или что-то типа того. Я максимально натурален. А натуральные люди, они не идеальны. Но в контексте повестки того, как должны выглядеть публичные люди, что они должны делать, что они должны любить, что они должны не любить и что они делают, я ужасный человек. Ну, то есть вот в этом контексте. Понимаешь, я абсолютно не вписываюсь в парадигму и поэтому я всегда говорю, что не надо брать с меня пример. Вообще ни с кого пример брать не надо. Надо понимать, кто ты и что тебе прямо сейчас поможет. Если тебе прямо сейчас помогает осознание того, что где-то, как мне вот человек написал, там допустим, да, он написал, Никита, я вот каждый раз, когда мне тяжело, я думаю о том, что тебе тоже тяжело, но ты вот молодец и я тоже не сдаюсь. Он использует меня как мотиватора. Супер, делайте это. Если вас мотивирует какой-нибудь блогер, который говорит, странно, что у вас нет Феррари, что вы за лохи такие вообще без Феррари, да, и без вот такой женщины, и без вот таких богатств, и вы думаете, сука, блядь, ладно, ладно, у меня тоже будет Феррари, вот такая баба и все такое. Блин, да классно, пользуйтесь этим упырем. Какие проблемы? Какие проблемы? Главное, не идеализируйте. Главное, не создавайте, знаешь, как вот этот, ой, и потом я разочаровался в нем, потому что он пердит. Вот как у меня, я когда был помоложе, у меня были такие вещи. Я был молодой, да, любил футбол, идеализировал определенных людей, а потом с ними столкнулся в реальной жизни. Боже мой, что за мрази? Гондон, мудак, идиот, мразь, хамло, и ты такой, боже мой, ну, потому что ты, а сейчас, вот сейчас, например, да, я совершенно спокойно сепарирую. Вот есть какой-нибудь певец в том, вот мне песни его нравятся, это не его песни. Мне вообще плевать, кто этот род, на чем, на каком теле этот род устроен. Мне нравится песня, мне нравится музыка, я ее слушаю. Если при этом он дебила кусок, мразь, подонок, ублюдок, в нынешние времена это очень легко чекается, да, да и хер с ним. Все остальное меня просто не интересует, мне будет интересовать только его музыка, мне плевать, что он сказал, что он сделал, где он сдох. Вообще плевать, я только музыку буду слушать. И то с этим есть проблема, я не могу слушать Чайфов больше, понимаешь, к сожалению, а мне нравилась, между прочим, их музыка, но это что-то из детства пришедшее. А так, вот Чижов и это, Чиж и Чайфы, вот, блядь, но это из детства, там вот это есть, это еще, знаешь, невозможность провести сепарацию. А так сейчас с футболистами, если вот мы про футболистов говорим. Он играет хорошо, все, какой он человек, плевать. Это, кстати, по-тренерски очень помогает. Ты сепарируешь эти вещи. Ты понимаешь, что тебе мог уже не нравиться футболист, но если он хорошо играет, да и дай бог ему здоровья. Нельзя допускать, что он не будет у тебя играть, потому что он тебе не нравится. Это не профессионально, и ты лишаешь себя преимущества. Футбольный тренер использует людей. Чем лучше ты манипулируешь людьми, тем ты успешнее тренер. Поэтому здесь очень важно вот так сепарировать. Но, к сожалению, я знаю много историй, когда люди сталкивались с какой-то частью моей личности в реальности и говорили, ой, фу, а я думал, ты не такой. Ну, вот я такой, извините. Ну, это еще наш великий сказал, ваши ожидания, ваши. Ну, типа, да. Ну, вот Аршавин, вот надо сепарировать. Он был великолепный футболист, очень короткий промежуток времени. Но был, был. Один из лучших. Ну, ты скажешь, один матч. Не, ну, почему один матч? Два с половиной года. Два с половиной года. Ну, и все, и здорово. Давайте, если мы хотим любить футбол в исполнении Андрея Аршавина, давайте любить эти два с половиной года. А все остальное, это действительно не так важно. Действительно, и говорили, ну, в смысле, и есть расхожее мнение, точнее, что уж там расхожее мнение, просто так витеват пытаюсь сказать, и в Библии скажешь, что нельзя создавать себе кумира. Но скажи мне, пожалуйста, если вдруг тебе нужно найти какой-то ориентир, где ты его ищешь? В человеке или в каком-то, в каком-то деле или сам себе внутри его находишь, вот, ну, это какой-то там свет внутри? Я думаю, что у нас у всех есть некий собирательный область. Мы же воруем. У этого, у этого, у этого, у этого, иногда и бессознательно это происходит. И для этого нужна глубокая психотерапия, чтобы разбить на личности с украденной тобой некий базис, да, и так далее. Но мы воруем это все. Поэтому мне кажется, что даже когда кто-то говорит, вот, я всегда думаю, а что бы сделал Черчилль? Ну, там, не знаю, как бы поступил там мой отец? Или как бы? Ты на самом, ты же не знаешь, как бы он поступил, правильно? Ты не можешь позвонить и спросить. Уважаемый Черчилль, а как бы вы поступили в этой ситуации? Ты же не можешь это сделать? Поэтому на самом деле ты все равно спрашиваешь себя и вот этот свой внутренний собирательный образ просто для кого-то проще его обрамить в какое-то более-менее узнаваемое живое существо. В моем случае нет. Я просто с собой, я безжалостен к себе. Понимаешь, я к своему великому сожалению максимально безжалостен к себе. И мне кажется, вот это то, чего я бы хотел себе хотя бы чуть-чуть изменить. Я слишком прямо с собой разговариваю. Я очень жестоко с собой разговариваю, когда мне нужно решить ту или иную дилемму внутри себя. Поэтому у меня как бы собирательного образа какой-то конкретный образ не получается. Я просто задаю какой-то себе вопрос, очень жестко отвечаю почему так, 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 где там мои слабости, где моя трусость, где мой эгоизм, где еще что-то, вот почему так, так и разбиваю и из этого делаю какой-то вывод в решение или что-то типа того. Есть какая-то сумма денег, обладая которой ты скажешь, блин, можно уже ничем не заниматься, мне кайф сейчас. Я занимаюсь ради процесса. Деньги являются некой, неким показателем того, что я хорошо занимаюсь тем, чем мне нравится заниматься. Они дают безопасность. С появлением детей они дают обязательства. Я обязательно должен зарабатывать определенную сумму денег для моих детей. Чем старше становятся мои дети, тем больше эта цифра и тем она на самом деле стремится к некой бесконечности. Чем больше ты накапливаешь людей в своей жизни, тем больше тебе нужно денег в случае помочь. Но я деньгами как-то это все дело не обрисовываю. То есть я понимаю, что они мне нужны. Деньги это свобода, деньги это возможности, деньги это спокойствие какое-то на каком-то уровне. Но дай мне миллион евро, допустим. Я решу какие-то свои бытовые насущные проблемы. Но я не так давно на эту тему думал. Мне взяли и дали миллион евро. Он у меня будет пять технически дольше, но вот так чисто с точки зрения принятия решения минут пять. Сразу же будет не хватать столько же? Нет, просто через пять минут эти деньги в равных долях будут поделены между моей дочерью и моим сыном на образование. Все. У меня только что решилась проблема, что мои дети точно получат хорошее высшее образование. И мой сын, и моя дочь. Все. Мне нужно еще миллион, мне надо что-то делать. Ты говоришь, ладно, Никита, ты какой хитрожопый, на тебе 10 миллионов евро. Так же получше? Ну, меняйте 10 миллионов евро. С учетом того, что мне дали до этого лям, тоже пробудут минут пять. Мне кажется, что люди, которые говорят, дайте мне вот такую сумму денег, и я больше никогда ничего не буду делать, никогда ничего до этого не делали. Нет, Никит, мне кажется, следует с тобой поспорю, мне кажется, что у них нет вот этого синдрома бога, которого ты называешь богом, я называю героем, и они не получают удовольствие от процесса, они в целом согласны получить нечто и на этом зафиксироваться. Возьмем человека, которого ты описываешь, ему дали сто миллионов долларов, он на эти деньги, он уволился, на эти деньги купился шикарный дом, в месте, где ему хочется быть. Давай для простоты и большей попсовости дом на берегу моря. Он купил себе дорогую машину, он купил себе дорогую женщину, он купил себе дорогих друзей, дорогое вино, дорогие сигары, дорогую одежду. Нахера ему это все? Чтобы этим наслаждаться, значит, он наслаждается процессом. Мы устроим честный опрос где-нибудь не у тебя в телеграм-канале и даже там не у нас на какой-то нейтральной площадке. Где мы возьмем, ну где там люди, большинство согласится. Ты им говоришь, вот тебе кэш, у тебя все есть, у тебя все в порядке. Кто эти люди? Смотри, я прочитаю тебе короткую лекцию, выжимку из лекции, которую я читал в каждом университете, когда меня еще туда звали, когда у меня был в этом хоть какой-то интерес. Когда меня спрашивали про мотивацию, про то вообще, как, на мой взгляд, избежать, например, кризиса недосягаема. Ни в коем случае. Потому что если ты начнешь мыслить категориями физическими, то жизнь так устроена, что если ты действительно этого хочешь, то ты будешь к этому стремиться, и какой-то аналог этого, или финально то, что ты действительно не хотел, ты так или иначе получишь. Если ты действительно этого хочешь, это очень важно, потому что некоторые люди говорят, я хочу миллиард долларов, очень сильно хочу, а у меня миллиарда долларов нет. Прости, я должен пошутить про Леночку Блиновскую сейчас. Я с тобой согласен, ты прав. Ну вот, у тебя есть 10 тысяч рублей, вот это ты уже сделал больше шаг, значит ты этого не хочешь, значит ты хочешь что-то другое, значит ты хочешь женщину, которую за эти 10 миллиардов надо купить, или что-то еще, ты не туда идешь. Но если ты поставишь себе цель взять вот эту бутылку воды, это самая дорогая бутылка воды в истории, блядь, пиздец, до нее хер кто добирался, никто из нее никогда не пил, она уникальна, она восхитительна, она невероятна, она стоит миллиарды, и ты, сука, жизнь положишь, чтобы эту бутылку воды взять, то когда ты ее возьмешь, она окажется говном, и не будет в тебе большего разочарования, чем то, сколько ты потерял, сколько ты нанес боли, сколько ты сам боли перенес, насколько ты сам себя видоизменил, где ты полз, где ты харкал, а бутылка абсолютно обычная, вода здесь вообще уже протухла, потому что она давно здесь стоит, и никто ее не пил, а если случится чудо, и джин даст тебе возможность схватить эту бутылку, не надо проходить никакого пути, не надо ничего сложного делать, все, она твоя, на, так ты не знаешь ее ценности, эта ценность навязана людьми, которые ползут к ней и пытаются до нее добраться, а тебе она досталась просто так, соответственно, уже через 3 минуты после того, как ты все тем показал, что она у тебя есть, вот этим ползущим в крови, она тебе уже не интересна. Мы сейчас с тобой говорим про людей, которые выиграли много денег в лотерею, и через год чаще всего профукали. Ни у одного из них не изменилась жизнь в лучшем, ни у одного. Ты знаешь, ровно то же самое касается футболистов, вот почему большинство российских футболистов во-первых, не достигают какого-то действительно серьезного уровня, даже несмотря на их большой талант, а во-вторых, они вот 99%, из них, ну какие-то вот уроды становятся, вот хоть ты убейся, даже самые хорошие из них почему-то оказываются какими-то неприятными людьми, потому что они были в бедности, смотрели туда за горизонт, где Роналду ходят с Луи Витоном, да, то есть у них и потом они работали, у них есть какой-то талант, и система так выстроена, что ты перехваливаешь через этот порог и сразу попадаешь туда, в мир Луи Витонов, машин, баб, каких-то знакомств, клубов, да, у тебя нет поэтапного подхода, и ты сходишь с ума, ты сходишь с ума, потому что ты не знаешь, что с этим делать, ты не понимаешь их ценности, да, ты не понимаешь, зачем тебе пить хорошее, дорогое красное вино, ты его пьешь, потому что все его пьют, ты не понимаешь его вкуса, скорее всего, на кислое говно, но ты его пьешь, потому что ты как дурак идешь и покупаешь эту сраную сумку Луи Витон, она, блядь, неудобная, это какая-то еще одна огромная говно, в карман не положишь, постоянно надо держать в руках, даже нету сраной бретельки, которую можно на руку одеть, чтобы не носить, это неудобно, чтобы доставать, все выпадает, но ты ее покупаешь как дебил, потому что все остальные, ты не понимаешь, зачем она тебе, когда ты идешь степ-бай-степ, это к вопросу твоего про деньги, почему этот опрос, который ты теоретически можешь создать, будет некорректным, когда ты степ-бай-степ к чему-то идешь и постепенно увеличиваешь уровень своей жизни, ты на первых этапах как раз и стремишься к тому, что блестючее максимально, да, я тоже, когда заработал первые деньги, я тоже там сразу поехал куда-то отдыхать, сразу попытался себе что-то купить, я сошел с ума, например, по технике, у меня была там вот эта вот история, мне надо было технику покупать, у меня были голодные детства, поэтому мне надо было пить все то, что я не мог пить, доктор Пеппер, вот я чуть не сдох от заворота кишков, потому что пил доктор Пеппер 10 литрами, он мне уже вкусом, сука не нравился, но я в детстве о нем мечтал, ну понимаешь, поэтому вот я его покупал, потому что это для меня был символ богатства, богатство был символ, понимаешь, доктор Пеппер, он в Норильске стоил ебаных денег, но ты дальше продолжаешь жить, у тебя же еще не очень много денег, у тебя чуть-чуть, на доктор Пеппер, на одну только сумку Уи Витон, а не на 500, понимаешь, и ты купил эту сумку Уи Витон, и через какое-то время ты такой, нахуй она мне нужна-то, но при этом твой уровень жизни уже чуть выше, а вот, например, вот это ты любишь, я люблю компьютерные игры, да, я пошел, у меня был Xbox, я себе еще и PlayStation купил, а потом второй PlayStation, потому что удобно, жена играет в один, я играю во второй, мы друг другу не мешаем, для этого надо купить второй телевизор, это я люблю, на это я готов тратить деньги, я продолжаю работать, мой уровень жизни продолжает увеличиваться, я не люблю Мальдивы, я туда никогда не поеду, а я поеду куда-нибудь, я лучше в Амстердам съезжу лишний раз, или в Германию, я лучше, причем я поеду, а я поеду, вот я знаю кафе, я знаю в Мюнхене один бар, где венские сосиски, я за них готов пальцы свои отдать, понимаешь, и потом вот туда пойду, и вот туда, я знаю, и у меня это мои сформированные ценности, я обозначил им цену, и поэтому, когда ты мне спрашиваешь, сколько денег мне надо, чтобы больше никогда не работать, а какие ценности у этого, как их посчитать? Мы можем говорить про семью? Я не люблю говорить о семье, я могу тебе вот прямым текстом, я поэтому спросил, да, нет, я прошел обучение публичности, я свои первые, ну, как бы, я свою жену, у нас было все максимально публично, вот, и мы получили от этого много хорошего, но и много плохого, в конечном счете, потому что жизнь штука сложная, дабы более никогда не совершать подобных ошибок, я в публичном поле, семья, да, у меня есть семья, у меня есть дети, все хорошо, большое спасибо, вот, но это я вот, моя интимная часть стала максимально закрыта, раньше я хотел этим хвастаться, а сейчас я понимаю, что вот этим как-то хвастаться не надо. Давай, чтобы закрыть, если позволишь, можешь мне ответить на вопрос, как Даня и Ася, отвечают на вопрос, кто их папа? Папа, Никита, вот, хочешь, в телевизор тебя включим, или в компьютер, папа, мой сын, как бы, ну, он старше, поэтому для него вообще тут все очевидно, моя дочь, то же самое, ну, у нее есть, ей, слава богу, очень повезло, у Саши очень хороший, мужчина рядом с ней, очень достойный, и он очень любит, и очень хорошо относится к моим детям, мои дети его очень любят, и если мои дети назовут его тоже папой, как я назвал своего отчима папой, свою в какое-то время, я буду только за и благодарен, значит, он этого заслужил. Ты знаешь, чем они, то почему спрашиваю, бывает часто, особенно у тебя, ты там, и с одной стороны блогер, и, наверное, Даня помнит тебя больше, как там блогер, как человек лицо в ютубе, а сейчас еще и тренер, иногда дети довольно смешно представляют своих родителей, и я довольно часто задаю вопрос. Слушай, я не знаю, моя дочь вообще, наверное, не представляет, чем я занимаюсь. Вот, видишь? Мой сын уже достаточно взрослый, он работает на меня. Так, ну-ка, что это за история? Вот, он приезжал, вот он приезжал ко мне сюда, да, мы с ним сели, и он теперь режиссер монтажа моих шорцов, он сам выпиливает, сам заливает, сам делает, вот на картонном футболе появились шорцы, это делает мой сын. Обалдеть. Он по факту на меня как бы работает, вот я ему плачу зарплату, все, но нет, сын у меня просто очень умный, он плюс-минус понимает, чем он говорит, папа мой там, тренер там, блогер там, я не знаю. Дочь моя, я, наверное, в душе не чаю, чем я занимаюсь, но она в таком прекрасном возрасте и находится в таком прекрасном месте, что ей, наверное, и не нужно это все. Ну, типа, папа, папа молодец, папа есть, папа никуда, слава тебе, Господи, из жизни не исчезает, да, и так далее. Но при этом в ежедневной какой-то жизни мои дети окружены огромной любовью, и я очень счастлив, что это есть. И у меня нет переживаний по этому поводу. К вопросу о примерах, Никит, опять возвращаясь. Ко мне сегодня приехал сын, простите, все мои планы подождут, я сегодня с сыном. Но это ли не пример того сообщения, которое должен написать любой отец, когда к нему приезжает сын? Это невозможно. Если вы хотите так делать, хорошо, не живите со своими детьми, не видите их погоду, согласитесь с этим. И тогда вы это напишите абсолютно искренне, без воебонов и попытки создать из себя чего-то. Я могу абсолютно честно сказать, что когда я находился со своим сыном в ежедневном режиме, я бы такого не написал. В этом сообщении на самом деле большое горе, а не гордость и какой-то пример. Это сообщение о цели и о цене, которую нам приходится платить за какие-то вещи. И мы должны быть абсолютно жестоко правдивы для себя, понимая, что эта цена абсолютно неподъемна. И никакие там оправдания и компромиссы, которые ты для себя придумываешь, ее не оплачивают. Поэтому здесь, когда я это писал, я это писал абсолютно искренне и все такое. Но поверь мне, вот когда я тебе говорю, не берите с меня примеры, я говорю об этом. Потому что ты это считал как пример правильного отца, а я это считываю как наоборот не пример совершенную. И как историю наоборот глубоко грустную даже. И тогда я играю в покер, говоришь ты. Ты играешь в оффлайне просто с друзьями? Или на Кипре есть казино, разрешено, насколько я знаю. Я, конечно, я играю в покер и у тебя может сложиться впечатление, что я каждый вечер играю в покер. Не, не, я понимаю, что это такое. За последние три года я играл в покер достаточно много решений, потому что это было наше развлечение с друзьями дома. Это просто одно из каких-то вещей. Я в основном играю, как, ну, в последнее время, к сожалению, я мало играю, у меня времени нет. Вот. Но у меня, например, вот прямо сейчас я нахожусь в своем офисе в клубе, там у меня идет тренировка. У меня здесь три экрана. На одном экране я смотрю тренировки, на втором экране я смотрю матчи Академии, а на третьем у меня футбольный менеджер открыт. Всегда. Я просто вот сижу и играю параллельно. Вот. А так я очень люблю компьютерные игры. Я скорее больше, ну, типа там, PlayStation, вот это все. Я люблю. Это мне в каком смысле книги заменило, что плохо, конечно. Sims это не прикол? Ты продолжаешь играть в Sims? Периодически, да. У меня с Sims, понимаешь, какая беда. Я думаю, я играю в Sims как 95% людей на планете Земля. Ты заходишь, вбиваешь пароль много раз, строишь дом своей мечты прямо сейчас, и еще где-то за час перетрахиваешь всю улицу, выключаешь и больше никогда не возвращаешься к этой игре еще какое-то время, после чего тебя опять почему-то в жопу уперло пофантазировать, какой бы ты хотел себе дом или что-то типа того. Я не знаю, я так пока не так играю. Снова заходишь, тот сейв, ты уже даже не помнишь, что там происходило, вот, ты его удаляешь, создаешь новый, опять вбиваешь Motherload и опять поехали, сидишь себе, вот диван я поставлю. В нас просто, мне кажется, в каждом периодически живет вот этот вот дизайнер интерьеров, блядь, вот, просто пофантазировать, представить себе, как бы тебе хотелось. Причем я так как-то один раз задался себе вопросом и решил просто сравнить. Так получилось, что Steam сохраняет сохранялки, и я просто загрузил три с огромными паузами между построенных мной дома. Есть абсолютно одинаковые комнаты, вот прям вот один в один, а все остальное всегда очень разное. Всегда очень разное. То есть, вот есть только одна комната, которая переходит из раза в раз, но просто потому, что это вот, знаешь, как мечта. Вот я не вожу машину, мне посрать на машины, я в них ничего не понимаю вообще. Мне вот что-нибудь скажите, это, GPC говноси. Хорошо это, плохо, дай бог вам здоровья. Но я хочу Porsche 911. Причем конкретно. В каком фильме ты, из какого фильма эта история, или где ты его увидел? Желачка турбо. А, турбо, конечно. Все, вот мне нужен это, и я даже не знаю, как это водить, и скорее всего, это очень неудобно. Причем, понимаешь, тот, который хочу я, мне вот женщина постоянно говорит, ты понимаешь, там даже нет коробки автомат, вот именно тот, который ты хочешь. Вот тот, который ты хочешь, это ручка, это неудобно, это два человека только, но я хочу именно это, потому что вот у меня, я когда-нибудь себе, наверное, позволю это купить. Я просто в более, наверное, в таком престаревом возрасте это сделаю, когда уже совсем ни в чем разочаровываться будет не страшно. Потому что сейчас, например, я не покупаю себе эту машину, просто потому, что я думал, я ее куплю, я ее вводить не смогу. Значит, это, ну, и как-то зачем? Ну, типа, мне лучше с этой мечтой жить, чем обладать этой мечтой, но не использовать ее на максимуме. Потому что не наставо еще это время, как мне кажется. Изучение иностранного языка всегда открывает у тебя в голове, ну, во-первых, формирует другие нейронные связи, во-вторых, учит тебя, там, по-другому мысли, в том числе, по-другому слышать язык. И так или иначе открывает новые горизонты. Какие горизонты у тебя открылись в изучении? Ну, кроме очевидного, я стал лучше знать английский, я стал писать и смог понимать людей. Твой, в целом, мысление, и твой русский стал богаче из-за того, что ты стал лучше знать английский. Понимаешь, мне кажется, что если мы про речевой говорим, да, я ни на каком языке никогда не смогу говорить так, как на русском это понятно. И мой речевой русский на самом деле очень-очень сильный. Когда-то, в очень стародавние времена, был очень популярен в журналистской среде некий такой тест, когда выяснялось, какой у тебя словарный запас, вот насколько много ты. И не просто, что ты знаешь слово финтифлюшка, да, а именно, как ты умеешь создавать, вот берется одно предложение и ты должен его в разных, с одним и тем же смыслом, но с разными словами, там максимально используя разные выражения, разные слова, разные приемы языковые, да, ты вот создаешь новое-новое-новое предложение с одним и тем же смыслом. И, насколько я помню, у меня были какие-то там что-то на уровне супер-high level по-русскому. Сейчас мой язык грубеет. Я хуже стал говорить на русском, во многом потому, что я стал уставать. Раньше я завоевывал за счет языка, сейчас это моя работа, и часть моей работы, вернее, да, я должен много говорить. То есть, вот мы с тобой сейчас записываем тюльт, и вот говоришь, мы поговорили час сорок там, допустим, да, для меня это вообще изи. Это мой выпуск КФ. То есть, я даже не то, что не устал, я еще нахожусь совершенно в рамках своего моноложного общения. То есть, вот мы с тобой непрерывно разговариваем, да. Я посчитал, во время чемпионата мира в Катаре, когда у меня комментировал матчи, записывал выпуски, снимал подкаст, и делал прямой эфир в конце. Если сложить все в сумме, у меня был день, когда я 16 часов безостановочно говорил. Спасибо. Потому что это я комментировал 4 матча, плюс это, плюс то. Вот мы посчитали, что в сумме, я еще наговаривал какие-то сюжеты, что-то еще, там туда-сюда, вот я в сумме непрерывно из 24 часов говорил 16. Ну, когда я говорю непрерывно, это значит, что, конечно, там какая-то пауза 5-10 минут, может быть, но суть ты понял. И это поток. 6-7 часов беспрерывного общения в сумме, это норма для меня. Когда ты выходишь на такие потоки, ты устаешь. Ну, конечно. Уже я радуюсь, когда я в выпусках картавого футбола, когда у меня есть какое-то хорошее настроение, я чувствую себя свежим, и я в процессе, у меня же нет ни сценария, ничего, я же иду вот, куда глаза глядят. И когда я в процессе, вдруг, херак, и какой-то у меня хороший образ получился, какая-то интересная словарная конструкция, я такой, блин, классно, я сам радуюсь. Я понимаю, что это уже для меня какая-то вот редкость, к сожалению. Да, потому что я устал говорить. Плюс, когда английского стало много, я же начал думать на английском. Вот прям думать, или все-таки все еще переводить, но себя обманывать, что думаешь на английском? Слушай, а хер его знает, ну скорее думать. Но неправильно. Я же неправильно говорю по-английски, я не знаю английского языка. Я его, я как этот. Знаешь, вот мы недавно с Аней разговаривали на эту тему, что на самом деле мы неправильно всю жизнь учим языки иностранные, потому что мы их учим с грамматики. А когда мы учим родной язык, мы его не учим с грамматики. Мы услышали, и повторили. Мы услышали, повторили, нам объяснили, про что это. Да, и так далее. И только потом, когда мы, надо вдуматься, 6 лет мы занимаемся, услышали, повторили, нам показали, и только потом, через 6 лет, нам начинают объяснять, что это еще и пишется как-то. И пишется-то как с букв. А мы в первом классе ебашим алфавит, пытаемся писать, читать, говорить предложениями и поэтому на самом деле мы неправильно, для нас он и будет всегда иностранным. Хочешь, чтобы он был твоим родным, ты учи его так, как дети. И вот у меня это больше, как дети. То есть, я понимаю, что если я с каким-то человеком много общаюсь, я начинаю на английском повторять его фразы. Вот буквально слова или что-то еще, потому что я это часто слышу, мне это прикольно как бы использовать. И я стал думать, но неправильно. То есть, я понимаю, что я грамматический, что я там времена, возможно, неправильные как-то. Но у меня был период, он сейчас ушел на самом деле. То есть, сейчас все нормально. Но у меня сейчас возникли, если есть в английском какие-то слова, которые я часто использую в своей повседневной речи, то когда я говорю на русском, я очень часто это слово вставляю. И получается вот это вот хуета, когда смотря сколько fabrics, да, и смотря сколько details, я контролирую этот процесс и пытаюсь до этого не добраться. Но, например, я вот не так давно, это чисто из профессионального, я сидел и пытался вспомнить equipment на русском. Как? Экипировка, типа экипировка же, наверное. А я не про экипировку, я про фишки, вот фишки, палки. Это все, это equipment, а на русском это как? Но оборудование нет. Я тоже не знаю, как сказать. Оборудование тоже неправильно, да? Оборудование... А, подожди, а как это... Нет, это типа, ну как став спортивный, как сказать реально. Ну можешь как став спортивный, да, как спортивный став. Thank you very much. All staff, all equipment, something like this. Как сказать это? Ну вот, вот, понимаешь, я сидел минут 10, и такой, да блядь, ну как, ну equipment... Спортивные снаряды, вот, нет? Спортивные снаряды, это конь, а я тебе про вот набор разных вещей. Это equipments. Вот сука. Да, хорош. И вот такие вот у меня вещи стали появляться, да. То есть я могу вместо возмутительного сказать, ну это ridiculous полный, вот и все, и вот хоть ты меня убей, ну потому что ridiculous. Есть что, как вот есть в русском слова, которые хер ты переведешь, они супер точные. Вот лучше них ты никак не объяснишь. Невозможно перевести это на английский, на английский это все время будет что-то рядом, вот как экипировка. Да, оно как бы правильно, но не до конца, если сравнивать. Так и в английском. Есть какие-то слова, которые просто уже влезли, но я топтал рот иностранной языки. Рядом со мной уже долгие годы женщина, которая учит языки, я на нее смотрю, вот и ведьма. Да, я вчера узнал, что она сейчас учит греческий и испанский, я правильно помню? Греческий и португальский, испанский она уже почему-то знает. Да, испанский, французский, английский она знает. Английский, французский, итальянский, сейчас испанский чуть-чуть, сейчас португальский, при этом параллельно учила кипрский, греческий, потому что кипрский, греческий, 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 это разные, оказывается, языки. Я на нее смотрю, вот и ведьма. И она такая, ой, да я уже, ты знаешь, Никита, я так расстроен, Я, наверное, буду менять педагога. Я говорю, почему? Он говорит, я уже месяц изучаю язык. Я еще так плохо говорю. Я говорю, пошла, ты в жопу. До сих пор хер его знает, когда там doesn't, когда do, когда does, блядь. Я это рот топтал. А там еще есть какие-то другие слова, понимаешь, какие-то непонятные. Я до сих пор плаваю, что мы did, что мы does. Где мы did, где мы does, где мы шо, блядь. У меня там-то еще не легло, а я уже, я пять лет тренирую на иностранном языке. Я два года руководитель в клубе, где все переговоры на английском языке. Меня как-то люди понимают. Я в Лондон ездил со спортивным директором Челси. Два с половиной часа чай пил. Как-то разговаривал же, понимаешь, в надиком напряжении, естественно. Не уходя в сторону от того, где я хоть чуть-чуть уверен, что это правильно. И то, возможно, я ошибаюсь. А это месяц позанимался, что-то я плохо говорю. Что-то я не могу полностью описать свой день. Я не помню, я писал тебе или нет. Возможно, писал. Возможно, очень хотел, но решил, что не буду тебя отвлекать. Но после истории, когда ты сделал большую запись, сделал большой выпуск или большой пост, это был про ответственную игру и ставки с умом. У меня внутри это накипело, но я хотел тебе сказать большое спасибо за то, как ты правильно это писал. Вот когда рекламируют букмекеров ребята, которые говорят про спорт, это окей. Когда рекламируют букмекеров просто потому, что это бабки, которые нам дают, и мы будем сейчас любую высосанную из пальца делать. Знаешь, при всем уважении к ребятам, мы сейчас будем читать биографии и брать букмекерские бабки. Но это не то, чтобы совсем сильно релевантный контент. Я понимаю, что ты просто там сел на эти деньги. Так вот, то, в каком формате, и то, как ты описал, и то, как ты призываешь работать с Бэтбумом, тут даже мне не жалко, это там не реклама. Я знаю, что ребята давно твои партнеры. Я просто благодарю тебя за то, что ты вот настолько деликатно и правильно делаешь. Спасибо, но я не вижу здесь никакого героизма. Во-первых, мне так повезло, что я, в принципе, на этой ниве работал все время с компаниями, которые это понимали. И это было мое условие, что мы тут не будем давить на Таула. То есть, я, например, всегда говорю, что я не ставлю. Я могу дать прогноз, еще что-то. Но я сам по себе, ну вот, не моя часть жизни. Не то, чтобы я такой хитрожопый, я этого не делаю, а вас как бы к чему-то. Я вообще ни к чему не призываю, если уж на то попер. Для меня букмекеры существовали всю жизнь. Всегда, во всей истории мира, кто-то принимал пари на что-то. То же самое, всегда была проституция, всегда была журналистика, всегда была несправедливость, всегда было сильный поглощает слабого. И всегда кто-то делал ставки, что будет первее, этот порывы получат или вон тут рахнут. Всегда так было. Соответственно, делать вид, что этого не существует, это уходить в черную. То есть, уходить вот в эту тень, где на самом деле и все демоны. Чем на святее исторические человеческие вещи, называй это пороками, я это не даже пороком не считаю. Да, это часть нашей, нашего естества. Есть это, 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 это. Мы не можем это уничтожить, как мы не можем уничтожить себя. Соответственно, это наоборот должно быть максимально открыто, максимально объясняемо. Те же бэтбумы, например, если я о них заговорю, у них на сайте есть целый раздел помощи. Что надо делать, как остановиться, там можно настроить даже себе блокировку, что ты потом больше ты не сделаешь. Ну то есть, они, они понимают, что это их хлеб, это их бабки, это все понятно. Но никто не жаждет твоего уничтожения, потому что как бы это страшно не звучало, если ты будешь уничтожен, ты не дашь мне прибыли. Мне наоборот нужно, чтобы ты максимально хорошо жил, понимаешь? Максимально, потому что копеечка на дистанции в дохера всегда лучше одного, но разового рубля. Я не вижу здесь героизма, что я такой, кстати, помните, что надо останавливаться, что это не способ заработка. Да, блядь, это очевидные вещи. Те, кто этого не понимает, от того, что я это сказал или не сказал, да, ничего не поменяется. От того, что я это, условно говоря, запромотировал или нет, тоже ничего не понимается. Люди, которые не останавливаясь, несут куда-то бабки, все проигрывают, да. Ну вот, давай так, 20 лет назад, ты мой ровесник же, да, там чуть младше меня, по-моему. Я чуть младше, да, на 2 года, по-моему, младше. Когда нам с тобой было, потом, 18 лет, не было никаких букмекеров. У тебя не было друзей, которые в автоматы все бабки просылали? Да, были, конечно. Были. А до автоматов, автоматов не было. Ну, не было автоматов. У тебя не было друзей, которые в карты просрали, едя в Сочи, все, жену заложили всех. А что, карты этого нет? Карты были всегда. У тебя не было знакомого, который на спор с крыши не прыгал? Или там какую-то хуйню не делал? Которая, очевидно, смертельна и плохо для него закончится? Всегда будут такие люди. И, да, безусловно, им нужно объяснять, что они дебилы. Но если мы зададим себе вопрос и скажем, а вот этот вот там наш друг Сережа, который вот на спор за какую-то херню собирался там делать тройное сальто перед тиграми, головы пробежать по улице. Ну, какую-то, да, абсолютно очевидно вредительскую для себя вещь делая, да? С ним что, ему не говорили, что он дурак? Говорили. Это ему как-то помогло? Нет. К сожалению, есть люди, стремящиеся к определенному, еще раз, проблема ли удомания? Да. Есть много людей, которые от этого страдают и действительно попадают в колоссальные неприятности. Но насколько виноват в этом тот, кто, собственно, ну, условно, компания? У меня всегда в этом смысле вопрос. Хорошо, вот у меня есть сын, да? И упаси Господь, у него будет какая-то проблема. Насколько я должен не знать про него ничего, чтобы не помочь ему на этапе до того, как вот все, как вот эти все... Мне тоже пишут люди. Никита, я назанимал 500 микрокредитов. Да, если хочешь, есть более такая реверантная история про ФККФ. Я думаю, ты, может быть, помнишь этот выпуск? Нет, у нас же был мальчик, Удоман, который там назанимал денег и который убежал. И ты звонил его родителям, они сказали, нафиг нам такое не нужно. Я звонил его отцу, и я на всю жизнь это запомнил, как мне его отец сказал, не надо, сажайте его в тюрьму, нам он нахер здесь не нужен. Так вот, вопрос не в том, что он делал какие-то там ставки, а вопрос в том, что его дома никто не любил никогда. Если бы его дома любили, может быть, он этим не занимался. А даже если бы этим занимался, не дошел бы до такой грани. Просто бы, да, был бы человек, который постоянно просирает пятак, да. Но дальше бы он не пошел, потому что есть еще какие-то части жизни, еще какие-то эмоции, еще какие-то вещи, которые рождают в нему вот это вот ощущение. Я разговаривал с такими людьми. Но тут важный момент, Никит, я чуть тебя перебью, пояснить. Во-первых, я не пытаюсь отыгрывать пуритайно, я хожу в казино, я играл в покер, играю в покер, слава богу. Более того, я даже ставил ставки на спорт, я приехал на Уолтрафорд, я не помню, помню что ли нет, красный Манчестер навсегда в моем сердце. Там, значит, можно поставить один фунт, я что-то там поставил, что-то там проиграл. Вот в таком формате ок. Я иду на фестиваль еды, сейчас находясь в Алматы, это было в прошлом году. Большая, офигенная, классная, красная, такая яркая детская площадка. Я понимаю, что детей битком, биток. Я понимаю, что что-то мне глаз режет. И я осознаю, что это вот красный с золотым, это вот букмекер. И как раз таки про то, что родители-то как раз стоят просто где-то вдалеке, им похеру. А ребенок, ну там с шести, с пяти лет, он это видит, в любом случае запоминает. Я за то, чтобы 18 или 21-летний человек, несущий за себя ответственность, лудоман у него, лудоман, это уже его ответственность. Но, блять, когда они делают с пяти лет, это вопрос. Может быть. Но опять же, смотри, еще раз. Смотри, какой устали. А еще люди вокруг курят. Это факт. А еще мама с папой на Новый год покупают очень много шампанского. И так много это обсуждают, что надо найти шампанское. Обязательно шампанское. Ну как мы без шампанского? Это же Новый год, да? А дед водку пьет. Постоянно. Веселый такой дядька. В песнях всякие дрыдастые, значит, упыри рассказывают, что надо трахать сучек, трахать сучек. А еще про какие-то наркотики, понимаешь? И это так круто выглядит. Блин. Давай это все запретим. Вот все запретим. Я не за то, чтобы запрещать. Где та грань, когда ты сам за себя несешь ответственность. И та грань... Смотри. Вот какой-то букмекер оплатил детскую площадку детям. У них теперь классная детская площадка. Сыграл ли он грязно? Ну, конечно, сыграл грязно. Да? Как он хитрожопо пошел? Он скорее даже... Дети-то его не интересуют. Его интересуют родители. Которые скажут, молодец какой. Да? Какой-то позитивный образ был создан. Да, в любом случае, да. Социальная история. Здорово? Да замечательно вообще. А виноват ли будет эта детская площадка в том, что спустя какие-то годы, что ребенок увидит красный такой... Иди, твой урод. Если больше никаких работ с этим ребенком не было, да? Вот смотри. Я вырос. Я бросил пить водку в 18 лет. А до 18 лет херачил. Потому что все вокруг херачили. И я херачил. Это было как будто бы круто. Но у меня были большие проблемы дома. У меня были большие проблемы социализации. Со своей собственной башкой. Да? Мне исполнилось 18 лет. У меня чуть лучше что-то стало. Я прекратил, потому что понял, что мне это нахер не надо. Один из моих одноклассников умер в 19 лет. Замерз на дороге. От наркоты. Я у меня вся улица херачила. Вся. Это было очень круто. Клей. Гаш. Вот это все херня. Блядь, что-то я нет. Почему? Потому что я лучше этих людей? Да нет. Просто у меня были еще какие-то мои родители, мое окружение. Да я сам. Я сам. Мне было 15 лет, я воровал мамы деньги. Как и все подростки, рано или поздно делавшие это. И получал страшных за это. И не покатался на мотоцикле водном из-за этого. Потому что в отпуске у мамы деньги спер. Она узнала. Меня наказали. Я не покатался. Для меня вот это страшное воспоминание. Я до сих пор. Мне 30, сука, 7 лет. Я не катаюсь на этой херне. Знаешь почему? Потому что каждый раз, когда я подхожу, я вспоминаю историю, как меня мама наказала. И думаю, ты недостоин этого. Вот это дал мамы деньги. Вот не будешь кататься. Очень хочу. Очень хочу. Мечта, блядь. Не катаюсь. Я живу у моря уже 5 лет. Я ни разу не катался. Ни разу. Потому что я тогда помню вот эту историю. Понимаешь? Еще раз. Очень легко. Это вот к вопросу о том, что я тебе говорил хер вот учу часов назад. Очень легко искать оправдание в другом. Чтобы вот букмекер построил площадку и создал ориентиры. А мама пила и папа пил. А кто-то курил. А люди курят сигалеты в фильмах. Так красиво, так стильно. Я тоже попробую. Конечно. Ты все равно попробуешь. Господи. Ты все равно пойдешь и рано или поздно сделаешь какую-нибудь ставку. Ты попробуешь алкоголь. Ты выкуришь сигарету. Ты сделаешь какую-то хуйню. Да? Это произойдет в твоей жизни. Можем ли мы тебя как-то законсервировать? Можем. Но спасет ли это тебя? Нет. Это придется тебя постоянно вот так контролировать. А тут уже начинаются вопросы. А где границы этого контроля? А кто эти границы определяет? А когда их снимать? А почему именно в 18? Я знаю людей, которые в 18 дебил. Я знаю людей. Я говорю, в 30 нельзя быть дебил. В 30 бывают дебила, да. Ну понимаешь? А ты почему-то вот им разрешил, а этим нет. По причине просто 18 лет. Может быть 25, а может быть 30. А может вообще все запретим. А давай только то, что правильно. Вот то, что ты и я, мы сейчас с тобой такие классные. У нас вот такой вот нимб над головой. Вот мы с тобой определим. Вот это хорошо, вот это плохо. И не позволим людям из-за невероятного человеколюбия. Из-за невероятного человеколюбия и попытки спасти всех. Мы возьмем и превратим это все в ад. Самое настоящее. Где люди будут страшны. А когда они вырвутся из этого ада, они сотворят то, что мы с тобой даже и не представляли. Понимаешь? Поэтому я считаю, что должно быть так. Должны ли мы говорить о том, что это опасно? Да. В этом смысле мне очень нравится. Если ты был в Португалии, ты знаешь мыс Рока. Да. У них вот мыс Рока, он немножко так огорожен красиво. И там написано опасно. Но при этом, при всем при том, что там написано опасно. Более того, если ты подойдешь к этому мысу. Все пиздуют вот сюда и спускаются вниз все равно. Нет, я даже не про это. Вот написано опасно. Да. Висит табличка. Табличка еще висит. А там еще где-то полметра островочек. Да. Земли. И потом пропасть. То есть даже если ты вот так посмотришь. Ну. Не обязательно читать надпись опасно. Ты посмотришь вниз. И ты думаешь. Блядь. Ну. Наверное. Если я туда упаду. Зайбу считать до 10. И умру. Да. Но там каждый год погибает до 10 человек. А там написано опасно. И даже не то же написано опасно. Там очевидно блядь опасно. Да. А справа. Ты знаешь. То же самое. Но там вообще ничего нет. И там можно спуститься вниз. И я спускался. И смотреть. И все. И я спросил португальцев. Я говорю. Слушайте. А почему вы здесь огорожены. А вот 2 метра сюда. Здесь ничего не огорожено. Они говорят. Ну во-первых. Ну какой смысл. Они все равно там дохнут. Именно там. Не справа. Справа. Никто не дохнет. Никто не сдох справа. А вот здесь. Где эта стена. Дохнут люди. На регулярной сука основе. Говорят. А второе. Говорят. Ну если ты перелез через этот забор. И упал. Ну наверное так в жизни надо. Это уже вопрос эволюции. Поэтому еще раз. Конечно. То что триггернуло тебя. Я с тобой согласен. Это не очень этично. Но это вопрос этики. Это вопрос нашего с тобой восприятия. И вот для тебя это не этично. Да. И ты воспринял это негативно. И компания. Которая сделала это. Потеряла тебя навсегда. Что бы она ни сделала. Потому что ты увидел какую-то не этичную часть в них. Она тебя уже не вернет. Возможно. Многие родители увидев это. Подумали. Блять. Офигенная площадка. Ладно. Мой ребенок поиграет. Потому что праздник. Но мрази конечно. Ну нельзя же так с детьми. Да. Условно. И они тоже потеряны. Эффект не сработал. Они воспользовались и ушли. Они не повысили свою лояльность к этому бренду. Потому что для них это не этично. Так это вопрос твоего и моего воспитания. Нашей с тобой этики. Мы не можем всех подогнать. Высокоинтеллектуальных. Высокоэтическому уровню. Это опять же вопрос к тому, что люди несовершенны. Нет справедливости. Нет ничего. Будут крайности. Будет крайний хороший. И крайний идиот. Но истина посередине. И мы должны стремиться к ней. А в ней не может быть запретов. В ней должно быть общение. К том надо говорить. Вот я и говорю. И я не вижу в этом ничего страшного. И какого-то героического. Или еще чего-то. Да. Ставки. Развлечения. Чувствуешь проблему? Тормози. И не знаешь, к кому обратиться. Но у них, например, вот на сайте есть. Если мне кто-нибудь из моих партнеров бы пришел и сказал. Нельзя такого делать. Или ходи рассказывай всем, что ты просто каждый день херачишь. Я скажу. Нет. Значит нам не по пути, ребят. Значит нам не по пути. Я приношу свои искренние извинения. Это не в моей этике. В моей этике много чего плохого влезает. Но вот конкретно это нет. Извините, пожалуйста. Все. Это героизм? Нет. Это какое-то там обеление того, что я беру у кого-то деньги? Да ну как будто бы даже глупо. Я просто вот, ну здесь для меня нет никакой дилеммы. Я знаю, что это всегда гипертрофируется. Типа понятно, отмазываешь. Да, вот это все. С этим невозможно драться. Это мельницы. Туда даже не надо идти в этом направлении. Понимаешь? Надо просто для себя понять. Ну хорошо. Да, да, да. Я грибу бабки лопатой на вашем несчастье. Конкретно на твоем Андрюша. И все. И разошлись. Вырежем, отправим это Андрюшке. Ник, у тебя полтора часа до эфира. Да. Поэтому у меня минут 20 еще на тебя есть и все. А я нет. На самом деле я тебя отпущу. Я очень хочу дальше. Но знаешь, в чем прикол? Только сейчас понял. Мы с тобой болтаем почти два с половиной часа. И мы не обсудили ни один вопрос про футбол, представляешь? Такое бывает. Я рад, что получилось интервью без футбола. Я с радостью обслужу с тобой футбол. Поэтому если вам это кайф, ставьте, пожалуйста, твои реакции. Пишите потом в комментариях. И мы встретимся еще раз удаленно или неудаленно с Никитой и поболтаем еще. А у меня будет последний вопрос. Давай. Помнишь, мы с тобой в 20-м году делали программу про слушку? Тогда я делал это в Инстаграме. Сейчас я делал, записываю полноценно. И я вот не помню, тогда у меня был вопрос этот или нет. Но сейчас я задаю в каждый раз в конце. Назови мне саундтрек своей жизни. У каждого, конечно, эпизода жизни есть своя музыка. Но вот так, чтобы одна тема на все, такого, наверное, быть не может. Тогда надо, наверное, говорить о теме, которая сейчас. Так. Ой. Ой, блин, а прозвучит понтово очень. Да давай. Я не скажу, как это правильно произносится на английском, потому что я сейчас прямо в ужасе от того, что это я всплыла в моей голове, что это так. Но, скорее всего, это так, действительно. Я бы назвал эту группу Queen «Зачем жить, если любовь умерла». Это саундтрек последнего времени. Давай так. Идеально описывающий ситуацию, но очень понтово выглядишь. Конечно. Да нет, кайф. Надо бы что-нибудь попроще. Ранетки! Это, понимаешь, когда люди так отвечают на подобные вещи, это как, знаешь, какая твоя любимая книга? И вот твоя любимая книга, что-нибудь такое, что все читали. Любая книга из Терри Пратчета, пожалуйста. Это абсолютно не Попсова. Не может быть Попсовым второй автор в истории Великобритании по продажам. Ну, я бы тут поспорил тоже. Ну, не знаю. Ну, Терри Пратчетт. Роковая музыка. Вот моя любимая книга, если уж на то пошло. Но, когда людей так спорят... И люди такие... Ну, я, конечно, пролетая над гнездом Сергея Пульпульского, вот этот вот маленький рассказ. Потом спрашивают про песню. Ну, конечно же, всем известная группа «Скрипка на воротах», их знаменитая песня «Бабалю». Вот, фильм – это что-нибудь. Причем с фильмом у меня вообще проблемы, потому что мой любимый фильм – это Федерик Феллини, понимаешь? Вот. А тут как бы сильно тоже понтово, поэтому надо что-то такое вот какое-нибудь из какого-нибудь артхауса, блядь, выбирать. И все время это звучит ублюдски. И вот я вот сейчас в ублюдский ответ попал, конечно, с точки зрения. Слушай, а на самом деле про фильмы, ну, коротко, в кино. Мне кажется, что Нолан сейчас снимает такое кино, что вроде бы даже не стыдно сказать, что его фильм любимый. Да, да, Нолан хорош. Не, ну, Нолан – это все-таки... Ты знаешь, если выбирать мне ближе Гай Ричи с точки зрения рассказа и истории. Ведь режиссура – это рассказ истории. Нолан – гениальный визуализатор. Гениальный. Ну, Гай Ричи есть два. Ты же понимаешь, что есть два Гай Ричи. Мы говорим сейчас не про двойников, а про то, что есть Гай Ричи, где он делает свое кино. Ну, а есть дедельные. Есть вот джентльмены. А есть Гай Ричи, который делает для бабок, условно, да. Ну, вот, кстати, опять же, о птичках. У «Джентльмены» потрясающе все. Это, конечно, замечательно, здорово и прекрасно. Да, в этом... Вот как раз, как мне кажется, в своем кино Гай Ричи совершенно проигрывает Тарантино во всем. Вот. Но, например, мне у Гай Ричи невероятно нравится «Король Артур», который засран и считается фильмом для денег. А мне вот, например, очень нравится эта история. Она такая вот классно сбалансирована. Ну, то есть, не знаю. Но Нолан, да, Нолан классный. Ну, просто у меня с Феллини... Я помешан на женщинах и на футболе. У меня есть две страсти. И Феллини... Это просто попало, когда я был молодой. Я всегда думал о том, как в нашей голове вот эти все женщины-то помещаются и как это вообще работает. Вот эти наши влюбленности. Это же очень интересная тема. И у Феллини в фильме есть вот этот кадр, когда главный герой заходит в помещение, где есть несколько этажей женщин. Вот это женщины, которых он помнит. Это женщины, которых он всегда любил. Это какие-то недоступные... И это настолько точно попало в мою голову. И это настолько идеальное описание того, что происходит в мужской голове, похожей на мою. Что у меня просто вот как бы вот... Хотя я этот фильм последний раз смотрел миллиард лет назад вообще просто. Но вот этот кадр для меня сильнее любой другой работы в кинематографе. Удачи монтажеру! Уважаемый монтажер и его семья, я приношу искренне извинения. Просто меня хуй заткнешь, а тебе еще и запикивать меня придется. Не-не, мы не запикиваем. Вот, я искренне приношу перед тобой и твоей семьей извинения. Прости, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Я, в принципе, не виноват. Ладно, прощаю! Друзья, это была программа разговора. Никит Ковальчук был сегодня с нами. Вы знаете этого человека. Вы же досмотрели это видео. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео или дизлайк. Напишите комментарий. Подпишитесь на канал, в конце концов. Если сделать все эти штуки, так больше хороших людей увидят это видео, вам будет с кем его обсудить. Прощайся с ребятами, как считаешь нужным. Но не отключайся, у меня будет для тебя еще одна информация. Окей, хорошо. Любите эту игру. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова